Дорогие друзья, мы почти пунктуальны и начинаем наш круглый стол. Хочу обратить внимание на то, я сама даже, может быть, до этого бы не додумалась, признаюсь вам, но один из уважаемых мной коллег сказал, что это единственный круглый стол на форуме, говорю об этом громко, чтобы слышали и другие круглые столы, который посвящен защите бизнеса. Понимаете, защите бизнеса. Очень много важных международных тем, действительно, философского общения. Мы только что говорили о правовом департаменте в цифровой век на круглом столе АКЮР. Но вот настоящий круглый стол, и мы его сделали с упором, с акцентом на то, как защитить бизнес в условиях банкротства, которое начинается или еще не начинается, правильно, еще может быть, или заканчивается. В общем, на всех стадиях предбанкротной и банкротной процедуры и ее окончания. И здесь мы собрали наших лучших экспертов в области, ну даже не только банкротства, наверное, в области ответственности, в том числе руководства, акционеров, участников, представителей лучших юридических фирм. И мы надеемся сделать по итогам данного стола материалы, разместить и обобщить их вместе с объединением корпоративных юристов. То есть хотим сделать из этого очень хороший материал и хорошую дискуссию. И я вас призываю участвовать в этой дискуссии. Пожалуйста, Павел, проснитесь, возьмите, вы будете голосовать. У нас будут очень серьезные вопросы. Вам будет очень интересно потом написать об этом круглом столе в ваших изданиях. Анна, а вам в коммерсанте, я уверена, что вы выйдете отсюда с сюжетом и расскажете об этом столе в вашем издании. Да, я его пропагандирую, потому что это очень интересный стол. Василий, не сомневайся, защита бизнеса в банкротстве, не проходи мимо. Окей, друзья, я перестану зазывать, это уже, так сказать, хотя делаю это от чистого сердца. Поэтому прошу вас участвовать в дискуссии. У нас с вами есть 2 часа, 10 минут для каждого уважаемого спикера. И остальное время для обсуждения. Вопросы будут и к вам тоже. Не волнуйтесь, вы будете в состоянии на них ответить. Но это будут интересные как раз вопросы, которые позволят нам понять, а что беспокоит аудиторию. И, возможно, учесть это в дальнейших наших продолжениях, изысканиях по этой теме. Итак, мы начинаем. Да, и у нас будет голосование, поэтому всех прошу взять вот такие устройства из коробочки, которые сейчас мы предлагали, потому что будут интересные вопросы, на которые вы будете отвечать. Наверное, ближе к концу, да, коллеги? А сейчас я предоставляю слово, Елена, правильно вас назвать, хотя я, конечно, знаю прекрасно, как вас назвать, уважаемой Елене Деминой, партнеру, адвокату, коллеге адвокатов Дель Кредере. Елена, когда мы готовили, мы старались покрыть все аспекты данной темы, хотя, наверное, это невозможно, я так думаю, все-таки. И, тем не менее, основные Елена расскажет о законе о банкротстве глазами должника. Вообще, данная сессия, коллеги, полслова забыла сказать, она сделана, ну, не в противовес, возможно, а как антипод, что ли, сессии о пробанковских изменениях в законодательстве о банкротстве, которой была посвящена сессия до обеда. И вот сейчас мы поговорим с другой стороны, да, Елена? И ваши соображения тоже интересны. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, добрый день. В продолжении вступления, которое дала Александра, я хочу сказать, что, да, действительно, тема нашей сессии, нашего стола – защита бизнеса в банкротстве, но не просто бизнеса, а бизнеса должника в банкротстве. Это самое главное. И эта тема, наверное, она действительно очень редкая в дискуссиях, которые проводятся. Так уж как-то сформировалось мнение и в законе, и в судебной практике, что все-таки в банкротстве главный потерпевший – это кредиторы. И надо всеми силами закона защищать его интересы. А до продолжника у нас закон не всегда вспоминал. Если проанализировать законодательство, как оно сформировалось в России, начиная с 90-го года, первый закон 92-го года, то, конечно, они все носили прокредиторский характер, и особенно жестким в этом плане был закон 98-го года 6 ФЗ. И, видимо, негативная практика, связанная с его применением, она все-таки заставила законодателя немножко повернуться лицом к должнику и вспомнить о том, что банкротство, кроме целей защиты интересов кредиторов, имеет и другую цель – сохранение интересов должника, сохранение баланса между должником и кредиторов. И в законе 2002 года действительно ряд положений, направленных если не на гарантии, не на защиту хотя бы, то хотя бы на обеспечение прав должника, такие положения были внесены. Я не буду о них много говорить, я понимаю, что все прекрасно знают, но единственное, как я могу сказать, что исходя из последних изменений, которые были внесены 482-м законом, которых тоже, естественно, все знают, на мой взгляд, радость должника, наверное, была не очень долгой. На что бы я хотела обратить внимание очень коротко на своем выступлении. Дело в том, что, готовясь к выступлению, я прочитала законопроект 482-го закона в том виде, в котором он был предложен для принятия, и пояснительную записку авторов к этому закону. И я хочу вам сказать, уважаемые коллеги, что то, что внесено, те изменения, которые внесены, это лишь небольшая часть того, что планировалось внести, и в том числе в плане ограничений прав должника. Очень много внимания у нас уделяется, я об этом говорила на предыдущей сессии, что вот сейчас у нас в законе расширены права кредиторов, кредитных организаций, они могут обращаться в суд теперь без судебных актов. Так вот, уважаемые коллеги, я вам хочу сказать, что в той редакции законопроекта, которая была предложена к принятию, содержалось совершенно иное положение. Там шла речь о расширении не только прав кредитных организаций, нет, там предлагалось расширить права всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, и предоставить всем конкурсным кредиторам право без судебных актов обращаться в суд с заявлением о признании должника банкротом. А в пояснительной записке авторов содержалась информация о том, почему предлагается такое изменение. И авторы указывали, что они видят некий дисбаланс и нарушение прав кредиторов в том, что кредиторы для того, чтобы обратиться в суд, обязаны сначала получить решение о взыскании, а должник, при этом они добавляли недобросовестный должник, должник не обязан это делать, и у него имеется некая преференция перед кредиторами. Поэтому такое положение в законопроекте, оно было внесено именно для внесения, как полагали авторы, такого некоего баланса между кредиторами и должником. Я не знаю почему, но на данный момент Дума приняла эти изменения только в отношении кредитных организаций, но с учетом того, что такое мнение у авторов законопроекта было, то можно полагать, что возможно в будущем это нас еще ждет. Это первое. Второе. То, что касается ограничений, которое касается должника, когда он сам обращается в суд. Его лишили сейчас возможности заявлять кандидатуру управляющим. И это изменение, это лишение, оно тоже в пояснительной записке мотивируется тем, что авторы законопроекта считали, что недобросовестные должники недобросовестно пользуются таким правом и имеют возможность назначить так называемого лояльного управляющего, который позволит им сохранить полный контроль над предприятием, в процедуре наблюдения, в ущерб кредиторам. Вот такие вот изменения. Кроме того, в этом законопроекте еще содержался ряд положений, направленных, пока не принятых, направленных на... Это был законопроект 482, на основании которого приняли изменения к закону. То есть эти изменения, о которых я сейчас говорю, их пока не приняли, их отклонили. Но я говорю о том, что мнение такое, оно существует у авторов, и оно четко выражено в пояснительной записке, как мнение, направленное на то, что необходимо расширять права кредиторов в банкротстве, и при этом более детально, более жестко регламентировать права должника. И в частности, как одно, тоже один из примеров, например, не принято было такое изменение, а предлагалось его внести, изменение в нормы о текущих платежах. Авторы законопроекта писали о том, что они полагают, что широкое понятие текущих платежей в банкротстве, которое сейчас содержится в законе, оно также позволяет должнику расходовать денежные средства, ну, как ему это удобно, в ущерб интересным кредиторам. И предлагалось очень жестко ограничить понятие текущих платежей, только целевым назначением, связанным с текущей деятельностью должника. Кроме того, в непринятых изменениях также предлагалось, кстати, очень существенно расширить права залоговых кредиторов, предоставив им право голоса во всех процедурах, то, чего сейчас нет, и право определять начальную цену продажи залогового имущества в конкурсе, то, чего тоже сейчас пока нет. Поэтому я почему об этом говорю, чтобы показать, что мнение авторов, оно было направлено все-таки на такие ограничения, пока эти изменения, они в таком виде не приняты, но тенденция, она имеет место быть, поэтому очень возможно, что в будущем такие ограничения будут приняты. И справедливости ради, могу только сказать в пользу позитивного мнения наших авторов законопроекта, что вместе с этим также непринятыми оказались предложенные изменения, которые предлагалось внести в статью третью закона о банкротстве, предлагалось полностью изменить эту статью в части определения признаков банкротства. То есть законодатель, вводя определенные ограничения, для должника и расширяя права кредитора, вспомнил все-таки о должнике, хотя бы в плане того, что попытался ограничить количество требований, которые могут быть использованы для введения процедуры банкротства. Если сегодня, как мы знаем, у нас единственный критерий, это неисполненная определенная сумма в течение определенного количества времени, то в той редакции, которая предлагалась, но оказалась не принята, если ее посмотреть, там абсолютно другой подход. Там установлены целый ряд критериев к тем требованиям неисполненным, которые могут являться основанием для введения процедуры банкротства. Но не знаю, почему на сегодняшний день Дума не приняла в таком виде эти изменения, она ограничилась только тем, что увеличила размер неисполненного обязательства со 100 тысяч до 300. Ну и на том спасибо. Поэтому сегодня мы имеем то, что мы имеем, но о тенденциях я рассказала. Да, еще очень важно отметить, что этим же законом внесены изменения в кодекс административных правонарушениях, в статье 14.13, а именно добавлен пункт о дополнительной ответственности руководителя-должника, который своевременно не известили своих участников, либо собственника имущества унитарного предприятия о признаках банкротства. Теперь имеются основания для привлечения их к ответственности в связи с таким своевременным неизвещением. Вот это очень коротко о той правовой ситуации, в которой мы сегодня живем, которую мы имеем, и о тех тенденциях, к сожалению, наверное, не очень позитивных для должника, которые возможны у нас в будущем. И дальше очень коротко. Я, знаете, подумала о том, что вот такая у нас интересная тема, необычная, редкая тема для дискуссии, и мне захотелось посмотреть, почему я так ее назвала, свою тему, закон о банкротстве глазами должника. Да, то есть я захотела смоделировать некоторые ситуации, я очень коротко, в пределах регламента, смоделировать ряд ситуаций, в которых может оказаться должник, и как ему в существующем правовом поле, что он может, что ему делать. Ситуация первая. Когда у должника есть определенные проблемы финансовые, есть риски, предъявленные к нему в суд, он понимает, что он не может в текущей ситуации справиться с этими проблемами, он не может в текущем режиме исполнять все обязательства, но определенный ресурс у него есть, есть желание и возможность бизнес свой сохранить, что делать должнику в этой ситуации. Ну, когда к нам клиенты обращаются, в таких ситуациях мы очень часто рекомендуем самому инициировать процедуру наблюдения, потому что, да, действительно, процедура наблюдения в ряде ситуаций, я подчеркиваю, в ряде ситуаций, она является определенным выходом для должника, если есть возможность у должника собрать свои силы, накопить какие-то средства для расчета с кредиторами. Почему это так? Потому что процедура наблюдения это мораторий, это остановка, это передышка для должника. Должник оказывается в ситуации, когда нет исполнительных производств, его не душат кредиторы, у него мораторий на штрафные санкции и появляется даже управляющий, пусть даже он не очень дружественный, пусть он там, как говорят в законе, в практике не свой, не очень лояльный, но на самом деле, на наш взгляд, в процедуре наблюдения вот это ограничение для должника, то, что нельзя сейчас заявлять свою кандидатуру, оно не является настолько критичным. И ведь закон говорит о чем? Что да, не может должник, но это делает суд. Поэтому будем надеяться, что суд будет всегда объективным и будет кандидатура назначена объективным управляющим. В этой ситуации действительно все не так плохо, потому что процедуры наблюдения полномочия арбитражного управляющего они не настолько страшны, он не вправе активно вмешиваться в деятельность должника, сохраняются органы управления, должник может свою деятельность осуществлять. И в принципе, для чего это делается? Да, при всем при этом арбитражный управляющий ведет реестр, что дает кредиторов, что дает возможность должнику сориентироваться и понять, кто у него, с какими требованиями, с какими помыслами, целями и так далее. И для чего мы рекомендуем это делать? Для того, чтобы в конце процедуры все-таки выйти на мировое соглашение. Как один из выходов из процедуры банкротства, это мировое соглашение с кредиторами. И что здесь, почему я тоже говорю еще о том, что временный управляющий нам здесь тоже не очень страшно, потому что на сегодняшний день нормы закона сформулированы таким образом, что для заключения мирового соглашения в процедуре наблюдения роль управляющей не нужен, его мнение не нужно. Нужен ресурс должника и воля кредиторов. Поэтому вот в ситуации, я резюмирую, в ситуации, когда у должника есть текущие проблемы, но есть все-таки желание и возможность из этой ситуации выйти, мы считаем, что процедура наблюдения, безусловно, является определенным выходом из этой ситуации с целью последующего заключения мирового соглашения. Это ситуация первая. Ситуация вторая. Когда у должника все хуже гораздо... Я укладываюсь. Я хотела сказать, что не укладываюсь. Когда у должника все плохо, вы знаете, мы столкнулись на практике с участившимися случаями, когда начинают применять нормы в практике, нормы о процедуре банкротства, ликвидируемого должника. Если есть необходимость бизнеса перебросить на другое лицо, сохранить его у должника, но перевести на другое лицо, есть воля участников, готовых к этому приложить свои усилия, есть воля должника, то в практике участили случай, когда применяют такие нормы, а именно на этапе подачи заявления о признании должника банкротом, но до введения процедуры участники принимают решение о добровольной ликвидации и что является формальным основанием для применения норм о ликвидации, о попрощенной процедуре банкротства и ликвидируемого должника. Но практика здесь сложилась разнообразная. Извините, я не укладываюсь в регламент. Мы столкнулись с тем, что практика... Доведитесь, пожалуйста. Столкнулись с тем, что, вы знаете, очень просто интересная тема, потому что практика применения этих норм сложилась разнообразная, она полярная сложилась. Одни суды считают, что для введения в такой ситуации процедуры конкурсного производства достаточно только решения участников о ликвидации. Другие суды не разделяют такую точку зрения и считают, что нет, этого недостаточно, должен быть ликвидационный баланс, должны уже какие-то мероприятия по ликвидации проведены. И могу только одно сказать, что из-за того, что такая практика разная, это дает возможность нам в разных ситуациях, в разных спорах использовать либо одну, либо другую позицию. Но, к сожалению, больше не укладываюсь. Третья ситуация, самая грустная для должника, это когда у него совсем... Я третий ситуации. Очень быстро, все заканчиваю. Третья, самая грустная, это когда совсем все плохо у должника, когда нет у него возможности выйти из процедуры собственными силами, участники не проявляют к нему никакого интереса, тогда в этой ситуации, к сожалению, очень сложно что-то рекомендовать по выходу, по самой процедуре. И все усилия должника, они на одном, это точно только на том, чтобы как уйти от субсидиарной ответственности. Но это отдельная тема. Если время останется, в конце мне бы очень хотелось... Вы знаете... Я думаю, что мы еще вернемся и сейчас вы расскажете. Уважаемые коллеги, я буквально три минутки... Это очень важный отдельный вопрос, который мы хотели, и он очень актуален, и вот для наших членов мы его обсуждали. Именно... Вы помните, Антон, мы тогда говорили, субсидиарной ответственности руководителей, участников. То есть вопросы ответственности, они на повестке, это понятно, да, нас всех, мы только что говорили, вот уголовная ответственность, об этом мы сейчас будем говорить, об уголовной ответственности. Вот. А субсидиарной, Лена, Уважаемые коллеги, да, я буквально в три минутки... Вы знаете, о чем бы я очень хотела поделиться? Я понимаю, что все здесь очень все грамотные, юристы, и... Да, я бы просто хотела поделиться некоторыми мыслями, которые у меня появились вот в результате опыта на практике. На что я обратила внимание? Последнее время у нас в коллегии было достаточно много дел, связанных с банкротством банков, и мы имели дело с АСВ, да, у нас АСВ это вообще такой специфический субъект в банкротстве, который занимается активным формированием практики и в рамках закона, и вне рамок закона, но активно. И вы знаете, на что я просто обратила внимание, не знаю, как другие мои коллеги, но я обратила внимание. У нас АСВ, как-то я не видела практики, чтобы они предъявляли иски о субсидиарной ответственности. Они не предъявляют их. Они их заменяют заявлениями, исками о взыскании убытков. Поскольку закон о банкротстве допускает и то, и другое, то АСВ, в частности, использует... Объясню. Ну, это мои мысли. Я объясню, почему я так думаю. Потому что субсидиарная ответственность предполагает, во-первых, ограничение размера, то есть закон говорит о чем? Что вы можете привлечь к субсидиарной ответственности только в рамках той суммы, которую не хватило для расчетов с кредиторами. Это первое. И второе. Соответственно, момент, когда можно обратиться, когда произведены все расчеты. Вот вы рассчитались, увидели, что не хватает, и в рамках недостающей суммы вы можете предъявить такое требование. А убытки, они не связывают заявителя ни с моментом конкретным, ни с пределами суммы. Поэтому, очевидно, гораздо проще предъявлять убытки и взыскивать их по 62-му пленуму, как с органов управления. Такая практика, просто я обратила внимание, что именно в банкротстве банков АСВ такую практику очень активно используют. Поэтому это нужно иметь для себя на заметке, надо иметь в виду и думать, как с этим бороться. И второй момент, вы знаете, тоже очень для меня был интересный. Это тоже касается банкротства банков. Позиция, с которой я столкнулась совсем недавно, и честно вам скажу, я ее в душе не разделяю, тем более на сессии, посвященные должнику, но я не могу о ней не рассказать. Тоже, куда движется практика. Взыскание убытков. С кого? С членов органов управления, которые своими действиями совершили какие-то сделки, приведшие к банкротству. Вот ситуации, которые я увидела, которые были у меня в деле. СВ предъявляет такое заявление к членам правления банка. Потом выясняется, что члены правления, они никак волю свою не выражали. Основанием для выскания убытков являются кредитные договоры, заключенные с заведомо неплатежеспособными заемщиками. И потом выясняется в процессе, что оказывается, члены правления не подписывали протокол заседания правления, и таким образом, они как члены правления свою волю не выразили. Но выясняется, что в этом банке те же лица, которые были членами правления, они одновременно были членами кредитного комитета. Как известно, кредитный комитет не является органом управления. По закону, по уставу, это совмещательный орган, и в законе не предусмотрена ответственность лиц, составляющих кредитный комитет. Тем не менее, практика такая, что если лица, являвшиеся членами органов управления, не выразили свою волю в этом правлении, например, но выразили свою волю в кредитном комитете, они подписали протокол кредитного комитета. Их привлекают к ответственности по взысканию убытков, по нормам о взыскании убытков, в том числе по 62-му пленному и закону о банкротстве. Вот я еще раз говорю, что для меня это неожиданная была практика, потому что я в душе с этим не согласна. Все-таки я считаю, что здесь нужно быть ближе к закону и к понятию органов управления, но такая практика, она имеет место быть. Поэтому нужно быть тоже к этому годом и понимать, как этому противодействовать. Спасибо большое. Спасибо большое. Я думаю, что наши другие участники поделятся. Давайте, поаплодируем, пожалуйста. Будет вопрос? Нет? Поделятся своим взглядом и на вопросы ответственности, потому что я как раз и просила, когда вы готовились, сделать выступления максимально практичными, чтобы они содержали рекомендации, а не пересказ закона. Поэтому... Да, у меня вопрос. Вопрос. Ну, ни для кого не секрет, что вообще в России практика вот всех дел о банкротстве это фактически такой hostile takeover, то есть недружественное поглощение. Вот. Происходит это, конечно, как правило, из-за того, что... И, кстати, потерпевшим в данном случае является не должник, а собственник должника. Вот. И происходит это зачастую из-за того, что контроль над активом утрачивается практически молниеносно. Вопрос. Не считаете ли вы, что следует все-таки законодателю больше думать о усилении прав собственника в процедуре на всех ее стадиях? Очень хороший вопрос. Спасибо. Однозначно. И это следует делать. Тем более, кстати, я хотела сказать о том, что уже в законе 2002 года по сравнению с 6 ПЗ 1998 года такой шаг сделан. Потому что в предыдущем законе 6 ПЗ вообще не было прав участников должника. Сейчас такие права есть. Но, безусловно, я абсолютно согласна с тем, что их надо расширять. Потому что, конечно, закон о банкротстве должен быть направлен на защиту не только прав самого должника, но и прав его участников. Я просто прокомментирую. Светлана Карелина, доктор юридических наук, профессор Московский университет, юридический факультет. Я просто прокомментирую вот вопрос, о котором Елена Валерьевна задавала, почему законодатель не принял третью статью в прежней редакции и так далее. Ну, я, наверное, уже больших секретов не открою о том, что эти статьи, редакции новые готовились банковским сообществом. И эти статьи, редакции в различных вариантах, они очень жестко обсуждались на различных площадках. Я уже говорила на прежней дискуссии. И, в частности, не стало исключением статья третья. И, в общем-то, больших трудов стоило потратить на то, чтобы доказать и убедить в том, что, по крайней мере, с точки зрения юридической техники, в первоначальном варианте данная статья была составлена безграмотно. Я уже даже не говорю не корректно, а безграмотно. Я просто не хочу углубляться далее в дискуссию относительно соотношения критериев, неоплатежеспособности, неоплатности и так далее, когда безграмотно один критерий определялся через другой. Но я еще раз говорю, что вот именно удалось отбить эту статью именно в той редакции, в которой увидел ее уже, вот увидело все сообщество. И в той части, которая касается иных замечаний, это вот стоило больших-больших трудов для того, чтобы доказать. В части замещения активов должника, формирования единоличного исполнительного органа акционерного общества, создаваемого в порядке замещения активов должника и иных моментов. Спасибо. Можно мне вопрос, Светлане? Светлане, вопрос можно? Да, да. Светлане. Светлана, я поняла вашу мысль, я поняла, что я с вами абсолютно согласна, что та редакция, которая не была принята третьей статьей, она действительно, она очень запутанная, ее невозможно применять. Но не считаете ли вы, что все-таки с учетом того, что закон сейчас, тенденция закона идет к ограничению прав должника и расширению прав кредиторов, не считаете ли вы, что в такой ситуации все-таки статью третью менять надо? Может быть, более грамотно, но менять ее надо? Вы знаете, я вот на самом деле не хочу показаться здесь защитницей одной и другой позиции, прокредиторской или продолжниковой, но на самом деле я не скрываю о том, что в нынешнем своем исполнении закон действительно с прокредиторской явной направленностью, мы знаем почему, поскольку основным конкурсным кредитором здесь становятся банки. Я, безусловно, здесь на стороне должников поддерживаю позицию и я еще раз повторяю о том, что нам еще удалось отбить этот закон на многочисленных заседаниях, которые проводил агентство по страху, извините, ассоциация российских банков. Вот поэтому то, что сумели мы сохранить, безусловно, тенденция прокредиторская и что будет в качестве тенденций определяющих по крайней мере на 2-3 года вперед я сейчас просто боюсь даже загадывать. Спасибо. А можете, конечно, очень интересно быстро, оперативно, но это и есть агентство по страхованию вкладов. Которое мы хотели. Давайте. Медведева Юль Сергеевна, я бы хотела прокомментировать в двух... Громче. Он работает? Вот. Работает. В середину оказывается, а не громче. Агентство по страхованию вкладов. Хотел бы прокомментировать ваше выступление по поводу субсидиарной ответственности. Я совершенно точно знаю, что у нас подано исков сейчас более 120, там, по-моему, 124 иска о привлечении гражданской правовой ответственности лиц, виновных в банкротстве. Из них всего 48 это иски об убытках, остальные это иски о субсидиарной ответственности, поэтому ваш упрек о том, что мы не пользуемся инструментом субсидиарной ответственности, извините, он... Отлично, вот это и дискуссия, понимаете, здорово. Это не упрек. Нет, 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 это не упрек, как раз ваше дополнение очень... Я бы хотела еще отметить нападки некоторые на позиции юридические по формированию оснований исков о субсидиарной ответственности и исков об убытках. К сожалению, если я сейчас начну на них отвечать, мы с вами сейчас вдвоем тут и будем говорить, потому что я считаю, что мы во главе угла по подаче этих исков больше, чем мы, никто их не подает, больше, чем мы, о них никто не знает, поэтому я вам предлагаю, вот все, кого интересуют эти иски о субсидиарной ответственности, основании о привлечении к ответственности по убыткам по кредитным организациям, где я являюсь специалистом, может быть, мы с вами просто потом обсудим, чтобы голословно не... Обязательно, спасибо. Отлично, вот мы нашлись, давайте обсудим, это очень здорово. Вообще, вот эта дискуссия по законодательству, я даже чувствую здесь вот наша Алла Масленникова, наш лидер банковского актива объединения, я думаю, не знаю, Алла, нам надо как-то вовлекаться, ведь у нас же члены и банки, и не банки, и в общем, какую-то позицию тут, как-то нам надо, наверное, участвовать в этом процессе, а? Не слышно, дайте микрофон, пусть я... Просто у меня вот вопрос... Добрый день, коллеги, я на самом деле предлагаю просто продолжить сессию дальше, не останавливаться на этом вопросе дискуссионном, потому что я думаю, что там еще много чего интересного. Это безусловно. Вот, и в конце уже, подведя итоги, может быть, кто-то поменяет свое мнение в другую сторону, да, спасибо. Отлично, ну мы тогда, Лен, большое спасибо, попрошу поаплодировать, потому что реально очень практичные, практические вещи, которые вызвали и живую реакцию, и правду, и спасибо огромное за ваш комментарий, потому что мы для этого тут и собрались. И вот, Валерий, я, Валерий Зинченко, партнер к фирме Pen & Paper, да? Я же. Вот, он расскажет как раз о аспектах об уголовной ответственности, о том, как защитить, скажем, так мы ставили, наверное, да, вопрос руководства, как бы мы... Я немножечко переформулирую, если позволите. Переформулируйте, пожалуйста. Я просто скажу два слова, вот передавая Валерию слово, что вопросы ответственности уголовной, там, руководства, участников, учредителей, они очень важны. И только что, вот мы на предыдущей сессии говорили, вот, с нашими членами объединения корпоративных юристов, о том, что основную задачу они видят в защите руководства, ну, все-таки основная, от уголовно-правых рисков, потому что, когда руководство подвергается, подлежит уголовной ответственности, уже компании не жить. Поэтому вот эти аспекты ваши очень важны. Валерий, вам слово. Давайте. Спасибо большое, Александра. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что вы нашли время в заключительной сессии последнего дня форума, последнего рабочего дня форума, прийти к нам, послушать, поделиться, может быть, своим мнением. Огромное спасибо Александре за то, что она мужественно подготовила нас к этой сессии. Я, честно говоря, первый раз встречаюсь с таким ответственным подходом модератора к подготовке. Тема действительно очень актуальная, защита бизнеса в банкротстве. Но моя миссия на сегодняшний день состоит в том, чтобы порассуждать, как защищая бизнес в банкротстве, не поставить под угрозу свободу ваших руководителей, ваших участников, а в некоторых случаях и вас самих. Начнем со статистики. По моим данным, масштаб банкротства в Российской Федерации по состоянию на январь 2015 года превышает количество аналогичных заявлений за 2014 год на 52%. За 2014 год рассмотрено порядка 24 тысяч заявлений о банкротстве. При этом, существуют единичные обвинительные приговоры по специальным статьям Уголовного кодекса. По неофициальным данным, порядка 146 дел передано в суд, а в каждом третьем банкротном деле имеются факты обращения в правоохранительные органы. Но сложившаяся статистика не может никак объясняться редким совершением такого рода преступлений. Давайте порассуждаем на тему, что же является причиной такой низкой статистики. Во-первых, я неоднократно говорил на разных конференциях, что уровень профессиональной подготовки наших уважаемых правоохранителей действительно растет. Но банкротная тема настолько сложна, что если в корпоративном праве наши коллеги правоохранители уже стали хорошо ориентироваться, то в банкротных составах они пока еще не на высоте. С одной стороны, это, наверное, хорошо для бизнеса, но не стоит рассчитывать на то, что это будет продолжаться вечно. Вторая причина низкой статистики это так называемая бланкетность специальных статей 195-196. В данном случае уголовного кодекса недостаточно и правоохранители, следователи вынуждены обращаться к закону о банкротстве, который обладает такой очень большой подвижностью не успевает уголовный закон за изменениями законодательства о банкротстве. Поэтому, так скажем, бланкетность этих статей тоже имеет определенное значение и влияет на низкий уровень статистики. Казалось бы, зачем беспокоиться, зачем вообще говорить о уголовно-правых рисках, о рисках уголовного преследования, если статистика привлечения к ответственности за преступление о банкротстве такая низкая. Но я бы здесь не стал радоваться, не стал бы выдыхать спокойно, потому что существует огромное количество так называемых более простых экономических статей, которыми наши коллеги-правоохранители пользуются для того, чтобы начать процедуру расследования дела о банкротстве. Это банальная 159-я, которую многие уже называют резиновой. Это статья 165-я, это 201-я. Еще ряд статей, которые я упомяну чуть позже. Не стоит расслабляться также и по поводу так называемой спецсубъектности статей о банкротстве. Насколько вам известно, специальным субъектом статей 195-96 является участник, руководитель общества, либо индивидуальный предприниматель. Многие мои коллеги думают, что не будем скрывать, большое количество юристов принимают активное участие в защите бизнеса своих руководителей и иногда используют пограничные схемы в надежде на то, что привлекаться если что будет топ, а не юрист банальный. Но не стоит забывать о том, что у нас есть часть 4, 34-й статьи Уголовного кодекса, которая говорит, что в случае, если лицо подозреваемого в совершении преступления не отвечает признакам специального субъекта, его стоит привлекать к ответственности как организатора или пособника. Поэтому, так скажем, прятаться за субъектом не стоит, потому что, как показывает лично моя практика, это немногим помогает. Затем многие считают, что следствие сталкивается со сложностями при определении момента окончания преступления. Потому что много есть случаев, когда следователь ходатайствует о возбуждении уголовного дела, а прокурор не утверждает постановление о возбуждении уголовного дела, потому что говорит, подождите секундочку, крупный ущерб не доказан, потому что нет конкурсного производства, а если конкурсное производство будет введено, может быть, управляющий найдет активы и ущерб не будет причинен, потому что за счет конкурсной массы ущерб будет покрыт. Здесь тоже есть определенные тонкости, и не стоит на это рассчитывать, потому что в последнее время практика все-таки уходит в другую сторону, в более обвинительный уклон, и как справедливо совершенно вчера говорил Генри Маркович Резник, я не согласен с ним, что у нас, наверное, инквизационное правосудие, уголовно-правое, но обвинительный уклон все-таки продолжает присутствовать, поэтому расслабляться тоже не стоит. Банальная статья 145, часть 1, невыплата заработной платы, большинство банкротных предприятий задерживают заработную плату, и невыплата заработной платы за два месяца – это не просто риск, а это уже основание для возбуждения уголовного дела, и именно через эту статью многие исследователи заходят, осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, осуществляют обыски, обнаруживают определенные документы и потом уже раскручивают, и в некоторых случаях даже 159-ю статью могут переквалифицировать под специальные банкротные составы. Я сейчас хочу привести достаточно коротко несколько примеров, которые в последнее время случались в моей практике касательно вывода активов. Поэтому что в первую очередь нужно спасать? Нужно спасать активы, нужно срочно их выводить. Я думаю, что многим из вас знакомо так называемое понятие создания зеркального предприятия, когда, по сути, при помощи грамотных консультантов или внутренних юристов активы компании выводятся на аналогичную структуру, и после определенного количества времени компания начинает работать под новой вывеской, а предыдущее предприятие ликвидируется. Достаточно такой архетипичный случай, когда крупный текстильный холдинг принял решение о ликвидации, крупные кредиторы инициировали процедуру банкротства и выяснилось, что за несколько месяцев до этого была продана региональная сеть, которая включала 50 юридических лиц, миллиардные остатки на складах. Казалось бы, с точки зрения гражданского права, если вот там хорошо и точно поработать, наверное, никаких рисков нет. Но при объявлении о приеме на работу в новую структуру странным образом указывался старый адрес с доменом предыдущей кампании, оперативно-розыскные мероприятия позволили идентифицировать факт того, что новая кампания учреждена бывшими работниками предприятия. В результате руководство и даже некоторые юристы были привлечены к ответственности по 159 статье. Поэтому я бы, может быть, завершая, не хотел выступать в роли такого уголовно-правового пугала на поле гражданского права. Нет, Валерий, выступайте. Выступайте. Почему? Мы должны знать наши риски. Но почему же это? Риски, да, риски понятны. То есть не стоит зацикливаться на специальных статьях, связанных с банкротством. И, на мой взгляд, очень часто к адвокатам, к уголовным, к специалистам в уголовном праве предприятия обращаются слишком поздно. Они говорят, что вот у нас здесь, не хочу употреблять, но просто процитирую. У нас тут есть схема, мы вот спасаемся. Вот посмотрите, пожалуйста, когда сделки уже совершены, выданы займы в офшорные зоны, миллиардные, а потом упрекают уголовно-правового специалиста в том, что он не может предложить правильный рецепт. Поэтому, наверное, основная рекомендация, когда за столом, так скажем, собирается рабочая группа, принимая решение, каким образом нам спасти свои собственные активы, вот, наверное, ну, пускай во главе стола сидит все-таки руководитель, а по правую руку сидит специалист по уголовному праву. Спасибо. Спасибо огромное. Вот здорово, что мы как раз услышали такие, ну, несколько рецептов и советов, действительно, задержка зарплаты, вы правильно сказали, вроде бы, ну, вроде бы, не хочется говорить, кажется, невинным составом уголовно-правовым, ну, невинным, хотя от этого страдают люди, но вместе с тем, там, руководство может на это пойти, но с этого может начать... Да, я еще добавлю, что многие считают, что так называемая невыплата зарплаты, это не арестантская статья, но, как бы, ничто не мешает инкриминировать какую-нибудь 201-ю, и буквально полгода назад в нашей практике был случай, как об совокупности у нас генеральный директор предприятия 6 месяцев провел вдали от семьи. А что 201-я, напомните? Злоупотребление полномочиями. Ну, вообще, это очень полезно, особенно, вот, почему я говорю, вопросы ответственности, мы недавно проводили круглый стол в объединении корпоративных юристов, как раз на тему привлечения к уголовной ответственности руководителей предприятий, то есть оснований, и юристов. Вот вы сейчас сказали, немножко обидно слышать, что юристы компании иногда не думают о благополучии своего руководства, вот, потому что все-таки они думают и о своем благополучии, о благополучии руководства, и вот эта тема, правда, она сейчас, ну, к сожалению, наверное, в воздухе витает, и может быть мы с вами продолжим. Позвольте, я еще добавлю, здесь не только ответственность там внутренних юристов, меня поражает иногда позиция наших коллег-консультантов, например, наш клиент недавно получил электронное письмо от достаточно, ну, известной мне, по крайней мере, консалтинговой компании, где они в коммерческом предложении указывают наращивание кредиторской задолженности, конечно, контролируемое банкротство, это услуга, это предлагаемая услуга, поэтому здесь не стоит говорить о том, что только внутренние юристы грешны, так скажем, в этой истории. То есть вообще это отдельная тема обсуждения о том, как развивать юридические практики и какого рода, так сказать, услуги предлагать, не предлагать. Это тоже интересная, кстати, история, и, может быть, тоже об этом как-то и поделиться. Поэтому давайте возьмем на заметку тоже ваши вот эти изыскания, они, правда, очень важны, важны как для инхаусов, так и для... Друзья, есть ли у вас вопросы? 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 Или у вас вопрос к аудитории? Вдруг? 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 А ну вот меня просто статистика интересует, пускай поднимут руки те люди, которые так или иначе имели отношение к процедуру банкротства и вопрос уголовно-правовых рисков возникал. Коллеги, поднимите руку, поднимите руки, ну повыше, повыше, не видно, не видно, не видно. Ну, почти половина, наверное, нет? Поменьше, поменьше. И у меня еще потом будет такой вопрос, может быть, вот наш японский коллега уделит какое-то внимание в своем выступлении, как это обстоит в Японии, мне очень интересно. Как что обстоит в Японии? Как, так скажем, уголовно преследуется банкротство и какова может быть статистика по этому поводу? Окей, можете? Можете, нет? Пару слов. А, еще не успели перевести. Клим Русакомский, управляющий партнером юридической компании «Парадигма». Хотел спросить, какие на вашей практике самые ходовые статьи уголовные в банкротстве? 159-я. Она не банкротная, но она настолько, вот, уже говорил, да, резиновая, растягивая до любого размера. Мошенничество. Абсолютно согласен, да, спасибо. Валерий, было хоть одно банкротство, где не было признаков реального мошенничества, если положить руку на сердце, и вот с какой-то из стороны действительно вот это было. И все было по-честному, да, вот. Встречались хоть какие-то банкротства, где все было честно, справедливо, по закону и по совести? Так как моя компания специализируется на управлении уголовно-правыми рисками, к нам такие люди не обращались. Вы с такими не танцуете. А у кого-то были банкротства, где все было, вот, справедливо, вот, до точки? А, у АСВ? Да, были. Две руки, три руки. Нет, нет, у меня тоже рука были, причем неоднократно, то есть, коллеги, я хотел бы, чтобы, хотел бы, чтобы у аудитории... Быть не можем, я и с вами обанкротился, блядь, что-то я, так сказать, не понимаю, и там еще кто-то, коллеги. Так, коротко вы что? Комментарии давайте, давайте быстро. Извиняюсь, адвокат Шкрет, Валерий Павлович, коллегия адвокатов, Московская городская коллегия адвокатов. По моей информации, большинство дел о банкротстве, в принципе, рассматривается в рамках закона, потому что очень много предприятий с большим опытом работы, с хорошей репутацией, тоже попадают в процедуру банкротства. И тоже проходят через конкурсное производство. Ну, ни у кого не возникает желания обращаться в правоохранительные органы по 159-й, по 195-й, или по каким-то другим статьям Уголовного кодекса. Так что нормальная процедура банкротства тоже существует. Тоже существует. Хорошо. То есть есть, так сказать, в мире и положительная. Отлично. Спасибо огромное. Так, сейчас мы... Так, поаплодируем, пожалуйста, Валерий Павлович. Хотя бы не было, что вы знаете, с каждым из наших, правда, спикеров, и продолжать дискуссию. Но я думаю, что мы таким образом и вовлечем Василий Раудин. Сейчас вы. Василий руководит группой банкротства юридической фирмы «Юст». И о чем он нам расскажет? Ну, я хотел бы остановиться на практических аспектах защиты от намерения кредиторов обанкротить компанию и немного поучаствовать в дискуссии, которая была только что. Но у меня неоднократно были банкротные дела, в которых не было никакого уголовно-правового составляющего, не было там мошенничества. И все, как вот коллега, который задавал вопрос, высказался, было честно. И просто случилось так, что компания упала в финансовую яму, и ей пришлось подобным образом решать эти вопросы. Или кредиторы просто не выдержали и пошли ее банкротить. То есть я не хотел бы, чтобы у аудитории, особенно у тех коллег, которые, может быть, не ежедневно сталкиваются с банкротством, сложилось мнение, что банкротство – это какая-то удивительная сфера, где все завязано на каких-то темных схемах, выводах активов и так далее. Но, безусловно, всякое случается в практике правоприменительной, но по большей части я согласен с прозвучавшими словами о том, что в процентном соотношении большинство банкротных дел – это сугубо юрисдикционные споры, где нет какого-то составляющего, связанного с мошенничеством. Ну, по крайней мере, это мое мнение, и я это вижу на практике. Переходя к теме моего выступления, я хотел бы кратко остановиться на практических аспектах защиты от намерения кредиторов недружественно обанкротить компанию. И в этой связи первый мой тезис, который я хотел бы озвучить, это то, что банкротство легче предотвратить, чем потом прекратить его. Потому что все мы знаем, что если этот маховик запущен, то с ним достаточно трудно бывает совладать. В связи с этим я полагаю, что крупные компании, которые действительно заинтересованы в сохранении своего бизнеса и у которых могут быть какие-то временные трудности финансовые, экономические, нуждаются в разработке довольно детальных антибанкротных стратегий, направленных на предотвращение возбуждения дела о недружественном банкротстве. Причем эти стратегии, конечно, на мой взгляд, должны разрабатываться превентивно и задолго до того, как грянет гром, и компания окажется на грани банкротства. В связи с этим и моя компания, и ряд других компаний уже оказывают комплексные услуги своим клиентам по разработке вот этих вот превентивных стратегий антибанкротных, которые позволят в будущем избежать этих рисков. Это очень важно, и сейчас эта услуга является достаточно набирающей ход на рынке юридических услуг. И мы в зависимости от конкретной ситуации, конкретного вида бизнеса, конкретного состава кредиторов предлагаем такие стратегии нашим доверителям. Конечно, многие, особенно финансово успешные компании, в текущем особенном моменте полагают, что их это не коснется, и уж они-то точно избегут данного риска. Но, друзья, как говорилось в древней книге, что было, то и будет, и что делается, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. И очень многие обжигались на том, что думали, что именно их бизнес будет неприкосновенным, и именно им удастся избежать всех рисков, связанных с попытками недружественного отъема этого бизнеса. Но, к сожалению, практика показывает, что случается это со всеми. И в этой связи мне видится очень важным взаимодействие юристов и экономистов, которые, во-первых, разрабатывают подобные эти банкротные стратегии, а во-вторых, если все-таки беда случается, участвуют в притворении их в жизнь. Конечно, у юристов и экономистов есть ряд вопросов, по которым они, может быть, не всегда друг друга понимают и что-то еще. То есть юристы, например, не понимают, почему экономисты называют займы с судами, а экономисты, положа руку на сердце, наверное, считают, что если слушать юристов, то никакой экономики не получится, потому что если немножко не рискнуть, то и прибыли не будет, а если рисковать, то юрист дотошный придет и скажет, что коллеги, вы рискуете, не делайте этого, давайте четко подведем все цифры и будем сидеть спокойно и довольствоваться тем, что мы имеем. Но, тем не менее, мы нуждаемся в этом диалоге, и именно представители этих двух профессий могут сделать максимум для того, чтобы удержать компании от банкротства. Подобные антибанкротные стратегии могут содержать в себе как общие черты, которые применимы к подавляющему большинству банкротств, да, так и какие-то специфические особенности, связанные с бизнесом данной конкретной компании, с той сферой, в которой она осуществляет свою деятельность. И, пожалуй, общие шаги – это качественный анализ экономических показателей компании в текущем моменте и выработка прогноза, скрупулезного прогноза ее развития в будущем. Юридические шаги – это, в первую очередь, анализ договорных отношений, обязательственных отношений с контрагентами компании и выяснения статуса на рынке этих компаний. Потому что мы периодически и даже часто забываем о том, что в наш век, особенно в наш век, информационный – тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. И если мы с вами просто полчаса времени потратим на то, чтобы посмотреть, что известно о данной конкретной компании из свободных источников, мы узнаем очень много, коллеги. Мы узнаем очень много такого, что в том числе эта компания хотела бы сохранить под завесой корпоративной вуали. Но действительно интернет и другие источники, но в первую очередь, конечно, интернет, сеть, позволяет нам выяснить очень многое. И многие, к сожалению, тем пренебрегают. И очень многие вещи негативные могли бы не случиться, если бы компании, которые хотят в будущем сохранить свой бизнес, собирали бы эту информацию и видели бы о том, что у кого-то из них контрагенты уже находятся в предбанкротном состоянии, значит, сейчас будут рушиться сделки, значит, сейчас будут незапланированные расходы, сейчас будут потери имущества, снижение экономических темпов. И в конце концов, все это может привести к тому, что и сама эта компания, о которой мы говорим, которая не удосужилась повнимательнее посмотреть на состояние кредиторов, окажется в предбанкротном состоянии. Далее, коллеги, я думаю, что необходимо выстраивать разумные линии диалога как с кредиторами вообще, так и с кредиторами, которые являются банковскими организациями, потому что, как сегодня уже неоднократно говорилось, банки получили определенные плюсы в рамках новой редакции закона о банкротстве. В частности, они могут не просуживать судебную историю, инициировать банкротство в более упрощенном порядке. И это, в свою очередь, заставляет должников, должно заставить, по крайней мере, должников, идти с кредиторами вообще и с банками, в частности, на диалог, добиваться реструктуризации задолженности. Причем, как верно отмечается, правда, применительно к закону о банкротстве физических лиц, вот то, что называется в этом законе реструктуризация, в действительности, в экономическом смысле, конечно, не реструктуризация. Это просто отсрочка платежа. И нам нужно знать и помнить о том, что... Василий, погромче можете немножко, по возможности... Да, давайте, конечно, буду погромче. И нам необходимо помнить о том, что для сохранения бизнеса должникам необходимо поддерживать диалог со своими кредиторами, потому что здесь важен еще один момент. Коллеги, я думаю, что каждый, кто сталкивался с банкротством на практике, знает, что если этот механизм запущен, то его очень трудно остановить. И здесь ключевой момент в том, что когда начинается процесс о банкротстве, то все, и кредиторы, и должник, естественно, находятся в некотором состоянии турбулентности, потому что в довольно иногда комфортное отношение кредитор-должник, когда можно договориться, когда можно провести диалог, и без всяких юрисдикционных процедур и участия государства, при банкротстве, при официальном банкротстве возникает элемент некоего третьего участия. Это суд, это арбитражный управляющий, то есть это те субъекты, которые будут оказывать свое воздействие, свое влияние на банкротный процесс, и это воздействие иногда может очень не нравиться как должнику, так и кредитору, то есть субъектам первоначальных отношений, и динамика которых привела к банкротству. И здесь турбулентность будет весь этот полет, пока идет дело о банкротстве. Самолет будет трясти, и иногда расстегнуть ремень и достать что-то с верхней полки будет уже невозможно. Поэтому лишний раз хотелось бы озвучить и поддержать тот тезис о том, что до банкротства еще можно договориться о чем-то на взаимоприемлемых друг для друга условиях. Банкротство же это определенный код в мешке, и это не значит, что им никогда не нужно пользоваться. Безусловно, этот механизм всегда будет популярен и всегда будет использоваться. Это древний институт, и он будет развиваться и дальше. Но другое дело, что в ряде случаев банкротства можно было бы избежать и добиться тех результатов, которые получаются в результате многолетнего процесса о банкротстве в гораздо более быстрые сроки и с гораздо меньшей потери энергии, расходов на юристов, на экономистов и так далее. И компании, на мой взгляд, нуждаются в диалоге с кредиторами, потому что есть действительно понимающие кредиторы, которые готовы, что называется, войти в положение, которые готовы не вести себя агрессивно по отношению к должнику, которые, ну, конечно, не из человеческих хороших отношений, а просто экономически заинтересованы в сохранении данного своего контрагента, потому что он предоставляет им необходимый экономический ресурс, необходимое сырье, необходимую продукцию, и они хотят сохранить его. Поэтому если у него временные экономические трудности, и он способен доказать им временный характер этих затруднений, они вполне могут пойти с ним на диалог. Что касается того, как хотелось бы закончить свое выступление, вчера на Legal Drink, надеюсь, на котором все присутствующие были и хорошо провели время, я лишний раз задумался над фразой, она, конечно, далеко не новая и далеко не моя, но кто-то из великих когда-то говорил, что право – это согласование воль. И когда мы с коллегами так перемещались из заведения в заведение, иногда возникали дружеские споры о том, а куда мы пойдем сейчас. И мы согласовывали свои воли. Вот кто-то говорил сюда, кто-то сюда. В итоге мы как-то большинством принимали решение, что идем вот в это заведение. Так вот, коллеги, гораздо проще согласовать воли, когда все действительно зависит от тех, кто их согласовывает, когда субъектов меньше. Поэтому согласовать свои воли и договориться о какой-то разумной реструктуризации гораздо проще до банкротства, чем тогда, когда банкротство уже началось, субъектов стало больше и противоречащих друг другу воль стало больше. Спасибо. Василий, спасибо, спасибо за развитие темы, которые мы получили. У вас еще есть, а? Комментарий просто, да. Небольшой комментарий. Я просто в поддержку того, что сказал Василий. Мы с ним знакомы. Он преподаватель нашей единственной пока в России программы магистрской по банкротству, которая открыта на юридическом факультете МГУ. Да, 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 да. Интересно. И я хочу сказать, что удивительно. Василий, по-моему, не присутствовал на той панельной дискуссии, которая у нас была по банкротству банков. Но это именно ту мысль, которую я тоже, в общем-то, озвучила на той панельной дискуссии, что в нынешних условиях легче предупреждать и дешевле предупредить банкротство, нежели банкротить компанию. Поэтому нам нужна очень четко продуманная, взвешенная государственная политика в области предупреждения банкротства. И вот Василий говорил, это на уровне возможного урегулирования между партнерами, между сторонами спора, конфликта интересов. Но это могло бы приобрести и макроэкономический характер. Никто и не умаляет возможности урегулирования на микроуровне. И в этом отношении, возможно, законодателю стоит повернуть в сторону возможного применения, более широкого применения процедур урегулирования спора, которые есть, например, во многих зарубежных странах. Я имею в виду не только медиативную форму, но и иные формы урегулирования споров, начиная от переговоров и так далее. Спасибо. Знаете, Светлана, да, Вас зовут? Знаете, мы выходим. Спасибо Вам огромное. Алла, дайте вот Али Масленниковой, пожалуйста, за этот комментарий, потому что, возможно, мы по итогам этого стола выйдем и выходим, собственно, на такие очень правильные практические выводы по разработке, не знаю, концепции, которые Вы предложили. Алла, пожалуйста. Да, добрый день. Я, если можно, в продолжение. Мы на предыдущей сессии как раз обсуждали эти вопросы, но вот сейчас по теме защита бизнеса от кого? От кого? От банкротства, да. Вот почему-то возник вопрос, и хотелось бы услышать ответ Василий. А есть ли придумать такой механизм, чтобы должник сам предупреждал кредитора о том, что у него не все в порядке, и что он, возможно, может стать банкротом? Ведь на сегодняшний день, если мы говорим про банки, которым дали, как мы говорим, определенные преференции, то можно, конечно, много это рассуждать, и существует, например, претензионный порядок, а можно пойти сразу в суд без претензий. Мы же к этому привыкли, мы не рассматриваем, как это ущемление прав должника и кредитора. Вот как Вы относитесь к такому инструменту, чтобы должник обязан был предупреждать за 15 дней, за 30 дней своего кредитора, что он не сможет выполнить обязательства, на которые рассчитывает кредитор. Василий, пожалуйста. Спасибо большое, да, я отвечу. Знаете как, я комплексно отношусь к этому предложению, потому что, видите ли, какая история. Если должник добросовестный, то он будет продумывать варианты, каким образом, в конце концов, выполнить свое обязательство. И тут дело даже не столько и не только в том, что он весь порядочный и добросовестный субъект права, но просто еще и в том, что он заинтересован в сохранении своего бизнеса. Поэтому, если он добросовестно себя ведет, если он разумно относится к ситуации, то он даже и без закрепления в законе этой обязанности будет выходить на диалог со своими контрагентами, со своими кредиторами, перед которыми у него есть обязательства, и будет предупреждать их о том, что вот в текущем моменте к этому сроку я не могу выполнить свои обязательства в полном объеме. Давайте договоримся о каком-то продлении или еще о чем-то. Что же касается закрепления, вот именно обязанности в законе должника уведомлять кредиторов о том, что он не может исполнять свои обязанности, то, знаете, тут главным образом встает вопрос о том, какие за это будут санкции, как реализовывать принудительно этот механизм. Поэтому я думаю, что вот в отсутствии полностью проработанного механизма от А до Я, мне сложно высказаться целиком за это предложение, но я думаю, что на практике добросовестные должники уже так делают, и мы знаем такие случаи. Спасибо. Спасибо. Больше есть у вас вопрос еще? Давайте. Вопрос вот к Василию. Меня зовут Александр Курнаев, компания РКТ. У нас там порядка, наверное, сейчас в компании 70 кейсов банкротных одновременно, и у меня нет ни одного кейса, про который бы вы говорили, связанный со стратегией выхода, избегания, избежания процедуры банкротства. Может, вы поделитесь все-таки хотя бы, есть ли у вас какой-то реализованный уже такой кейс, и на основании какой стратегии, соответственно, он был реализован? Вы знаете, сейчас на этот вопрос как раз ответит, об этом будет выступать Антон Александров, которому я, наверное, с удовольствием и передаю слово. Мы благодарим вас, Василий. Если у вас будет тоже комментарий, вы тогда уже в развитии выступления Антона. Мне хочется, чтобы все спикеры, конечно, чтобы все спикеры вовлекались и в нашу тоже дискуссию. Уважаемые участники нашего круглого стола, добрый день. Вчера была веселая, наверное, и ночь тоже, да, сегодня тоже прекрасная погода. И я, конечно, удивлен и поражен, какое количество людей все-таки осталось после обеда на нашем круглом столе. Это, наверное, говорит о том, что действительно тема очень интересная и актуальная. И постараюсь я добавить, может быть, немножко позитива в нашу тему и поговорить о том, какие все-таки есть механизмы выхода из банкротства. Понятно, что все усилия нужно бросить на то, чтобы не допустить банкротства, но, к сожалению, вот в нашей текущей экономической ситуации, когда компании испытывают порой значительные временные трудности с ликвидностью, они все-таки попадают в банкротство. Вот что делать таким компаниям, которые все-таки имеют перспективу, скажем так, выживания, но оказались в такой неприятной ситуации. Хотел бы в качестве иллюстрации своей темы взять несколько цифр и, может быть, даже от вас получить какой-то фидбэк. Как вы думаете, какую долю сейчас занимает в банкротстве конкурсное производство по сравнению с остальными? Ну, примерно, процент какой вы думаете? Ну, очень близко на самом деле, очень близко, коллеги, 91,3% это конкурсное производство. Да, все очень грустно на самом деле с точки зрения статистики, поскольку 9 компаний из 10 оказываются в конкурсном производстве. Давайте посмотрим, какие последствия в итоге для как должника, так и кредиторов это влечет. Давайте посмотрим ситуацию с двух сторон, со стороны глазами должника и глазами кредитора. Вот давайте, глазами должника, что это значит? Это, конечно, утрата бизнеса, если бизнес не выведен на зеркальную компанию. Это риски, которые мы сейчас обсуждаем, гражданско-правой, субсидиарной ответственности и уголовной ответственности. Все, вот мы ничего не говорили, но это и потери репутации тоже. Для работающего бизнеса случайное наблюдение, это, конечно, крайне неприятная история. Ну, и вот тоже мы на предыдущем столе говорили о некой социальной части. Конечно, это еще и потеря рабочих мест. Еще вот вы видите цифры, да, на слайде. Что такое ликредиторов конкурсное производство? Это возможность получить в итоге через, может быть, два с половиной примерно года мытарств в суде от четырех до двадцати процентов максимум того, что им должны. Согласитесь, да, это на самом деле немного. Ну, и плюс банкротство должника может спокойно спровоцировать цепную реакцию. Я думаю, что у всех у вас есть подобные примеры, когда сначала ты пытаешься взыскать задолженность для своего клиента, а потом ничего не получается, потому что компания уходит в банкротство на долгое время, и потом клиент оказывается, примерно, в такой же ситуации, когда его нужно уже защищать от его же кредиторов. Все взаимосвязано в бизнесе. Поэтому, конечно, это тоже один из неприятных последствий. Ну, и понятно, что в целом для климата история с конкурсным производством крайне неприятна. Коллеги, вот какие есть альтернативы? На первом слайде что у нас было, помимо конкурсного производства? Финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое соглашение. Три, да? Еще? Что еще? Какие варианты выхода? Дает нам... А? Ну, и еще два осталось на самом деле. Да. Так, и погашение задолженности третьим лицом, и... И еще. Отказ кредиторов от заявления, либо от своих требований. Ну, давайте посмотрим теперь повнимательнее на каждую эту процедуру. Так, вот у нас есть финансовое оздоровление. Смотрите, статистика за последние три года, она поражает. 11, представляете, ничтожное количество этих процедур, 11 из небольшого количества, всего 181 процедура была, закончилась позитивно. Представляете, вот как работает наша процедура финансовое оздоровление? Это всего вот это, ну это копейки на самом деле. Потом, что можно, почему, да, давайте подумаем вместе, почему... Я, наверное, вот предложил какие-то свои варианты, почему так редко это используется. Ну, на мой взгляд, двух лет может быть мало, да, для того, чтобы восстановить бизнес, который испытывает какие-то затруднения. Потом, финансовое оздоровление не дает какой-то такой широты в механизмах. Есть только возможность согласовать график, его либо исполнять, либо не исполнять, под угрозой падения в конкурсное производство. Либо, в лучшем случае, во внешнем. Плюс финансовое оздоровление появляется, скорее всего, только когда кто-то предоставляет обеспечение, мы все это знаем. Ну и то, кто управляет компанией, они, конечно, сильно ограничены в своих возможностях. Вот вам результат. 11 всего-навсего 11 удачных процедур. Внешнее управление. Такая вот картина тоже, к сожалению, не очень веселая. Примера такая же, как и финансовое оздоровление. Почаще применяется процедура, но, наверное, тоже вот можно для себя как-то это объяснить. Но вот чем я объясняю для себя? Ну, наверное, тем, что больше возможностей все-таки для восстановления платежеспособности. Шире инструментарий, можно и уступку сделать, можно продать часть имущества, можно замещение активов провести, ну и другие механизмы, которые законно предусмотрены. Но все нужно записать все равно в план внешнего управления, который достаточно муторно и долго согласовывать. Потом его достаточно непросто и поменять при необходимости. Срок, опять же, совсем небольшой. И смотрите, что происходит. Чем плохого внешнего управления? При том, что инструментарий, с одной стороны, огромный, с другой стороны, приходит в компанию со стороны варяг, по сути, заменяя собой все органы управления и каким-то образом должен управлять тем бизнесом, который ему вообще неизвестен. Вот он и результат в итоге 3% удачных процедур. Вообще, мне кажется, если брать так внешнее управление и финансовое выздоровление, такой образ, знаете, в голову приходит. Это, наверное, искусственная кома такая в преддверии неизбежной ликвидации распродажи имущества. Наверное, надо работать над усовершенствованием процедур. Дальше. Вот третий механизм, который назвал наш коллега. Отказ кредиторов в признании должника банкротом. Последняя, крайне редкая история, последний пример, который на слуху. Вы, наверное, все знаете, что Альфа-банк отказался от своих требований к ЮТРу. Но, наверное, знаете, что еще 3 заявления осталось. Это не прекратило производство по делу, поэтому что там дальше будет, непонятно. Ну и опять же, почему редко это используется? Совершенно конкретные риски, которые для себя считает кредитор. Если он отказывается от требований, вот в практике это идет как отказ от иска со всеми вытекающими последствиями. Может быть, стоит как-то подумать, ввести какое-то отдельное регулирование именно такого отказа, который применяется в банкротстве. Было бы неплохо застраховать, и тогда это, может быть, была бы более частая история. Что еще? Ну вот такая же проблема с заявлением о признании банкротом. Отказался вроде бы от заявления, повторно по тому же основанию не можешь подать. Да, может быть, тоже стоит ввести какое-то регулирование на этот счет, чтобы тоже это, с одной стороны, давало возможность выходить из банкротства, но не ограничивало кредитора в случае, если дальше ситуация негативно развивается, все-таки вернуться опять в банкротство. Ну это, сами понимаете, да, нереальная ситуация. Что приходит в голову вам в качестве примера из последнего? У меня только один пример, на самом деле, мой банк. Ну и это, конечно, экстраординарная ситуация. И все мы понимаем, что и ситуация моего банка, она тоже вызвана, наверное, какими-то определенными политическими, наверное, да? Какая-то некая специфика и уголовно-правовая, наверное, тоже, да? Но, к сожалению, как-то вот пока в июне, между прочим, насколько я знаю, обратились все-таки с просьбой о прекращении производства, да, по делу о банкротстве, в связи с погашением задолженности. Ну вот, господин сенатор все-таки до сих пор, мне кажется, находится, да, под следствием. Пока вот ничего не произошло. Ну вот, к сожалению, может быть, все сложится удачно. Так, ну что у нас остается, да? Мировое соглашение. Опять немножко про недостатки поговорю. Да, конечно, мировое соглашение, как любое, значит, согласование воль, да, Василий, требует поиска компромисса. И это, конечно, сложный процесс, но ничего, мне кажется, все равно при желании можно его найти. Есть, конечно, как и любая процедура, требует проведения определенных формальных вещей. Но все его все можете прочитать в законе, я перечислил на слайде, с этим понятно. Потом у кого-то смущает то, что договоренности придаются огласке. Но бывают, да, клиенты действительно, мы не хотим договариваться о мировом соглашении, потому что подумают, что мы слабые, об этом будут все знать. Однако, однако, помимо минусов, всегда существуют плюсы. Да, какие? Давайте посмотрим на них. Так, мелковато, но давайте буду озвучивать. Я без очков не вижу. Значит, ну я и так помню, я и так помню. Да, Александр, смотрите. Что у нас есть для мирового соглашения в качестве преимущества? Во-первых, можно включить туда любые условия, которые не запрещены законом. Это очень неплохо по сравнению со всеми остальными процедурами, где ты находишься в определенных рамках. Потом, все-таки, мировое соглашение стоит достаточно крепко, оспаривают его редко, расторгают тоже редко, потому что нужно идти в касацию, нужно приводить достаточное количество доводов убедительных для того, чтобы сломать мировое соглашение. Расторгать его тоже могут, только те кредиторы, у которых не менее четверти всех голосов. Плюс можно лист получить сейчас на исполнение мирового соглашения. Тоже достаточно комфортная ситуация для кредиторов. В нашей практике в 2010 году мировое соглашение спасло крупное предприятие, которое находится в городе Шахты, в Ростовской области. Это Рэмс, который испытывал сложные проблемы в связи... Это был прошлый кризис. Наверное, сейчас также ситуации будут повторяться в наши времена. Тогда пятилетняя рассрочка дала возможность сохранить компанию, не распродавать ее. Кредиторы получили очень хорошие деньги по итогам. По сути, ситуация получилась win-win для всех. И для кредиторов, и для должника, и для тех людей, которые работают на предприятии. Такой позитивный опыт был. И все остальное тоже достаточно понятно. Потому что из мирового соглашения, когда подписываются, все-таки в моей практике снимаются уголовные претензии достаточно быстро. Субсидиарная ответственность вообще не возникает в этой ситуации. Так вот достаточно интересно получается. Так. Ну, смотрите, формально, конечно, особенно дела публично, да, публичные, они формально не снимаются. Но когда кредитор... Все мы понимаем, что когда кредитор говорит, у меня все регулировано, ребята, отстаньте, потихонечку дела сворачиваются. Не всегда, но я согласен, не всегда. Я тоже почему-то выражаю некие сомнения, что подписание мирового соглашения снимает уголовно-правовые аспекты. Я говорю, что снижает уголовно-правовые риски. У меня на слайде написано снижает. Снижает. Я был очень корректен. Как всякий юрист. Очень корректен, да. Антон, ты очень так деликатно. Я боюсь, что на практике юрист. Смотрите, я еще хотел поделиться некоторым опытом. Я вот сразу же не сказал вам. Мы на самом деле в основном представляем кредиторов со стороны нападающих, да, как обычно. Но мы понимаем, но мы видим, как защищаются должники. Вот из практики, почему вообще кредиторы и должники в итоге приходили к мировому соглашению? Вот они сравнивали, сбалансировали деньги и время, да. Чем дольше тянулась процедура, особенно на Болюденье, тем больше шансов было у мирового соглашения. Вот что мы видели, я тоже прошу понять меня правильно, я ни в коем мере не призываю использовать недобросовестные инструменты по затягиванию процесса, никогда. Но то, с чем мы сталкивались, я вот хотел бы вот коротко перечислить, да, что это было. Значит, пытались приостановить исполнение судебного акта с тем, чтобы не допустить введения банкротства. Потом обжаловали определение о принятии заявления о банкротстве, что влекло уход материал дела в вышестоящей инстанции и торможение дела. Потом, значит, с лицами тоже достаточно интересная история. В процессах появлялись лица, сначала представитель участника приходил, говорил, что мне нужно ознакомиться, я ничего не знаю. Потом, значит, представитель работников приходил, что тоже мне нужно защищать интересы свои, я тоже дайте мне, значит, время. И это добавляло плюс месяц, плюс полтора. Потом третьи лица часто тоже, в каком-то, значит, где-то ближе к концу наблюдения появлялись третьи лица. В основном это залогодатели, ну, залогодатели, прошу прощения, и поручители, которые ходатайствовали о вступлении в дело о банкротстве. Им суд зачастую отказывал. Они пользовались разъяснением в отношении апелляции, что нужно отладывать в ситуации обжаловании. Обжаловали определение об отказе в включении их в дело. И таким образом тоже получали еще полтора, там, два месяца. Вот по факту получалось так, что, ну, мы все знаем, да, процедура наблюдения, это семь месяцев по закону, плюс еще по разъяснению. Еще есть три месяца, это десять месяцев, но на самом деле, вот, на практике наблюдение может тянуться спокойно полтора года. Вот, когда вот в конце, значит, этого процесса кредитор думает, ну, что же мне дальше делать, идти по мировому соглашению, либо двигаться, например, там, в конкурсное производство, он понимает. Все очень, очень простой расчет. Пойдешь в конкурсное производство, ты распродажешься, дай бог, через где-то полтора года, еще непонятно, сколько ты будешь в наблюдении находиться, либо ты можешь заключить мировое соглашение сейчас, остаться в неких партнерских отношениях со своим клиентом и, ну, получить либо, там, прострочку уступную. У меня еще есть время, или я уже вышел за рамки? Ну, друзья, что сказать? Потому что я, может быть... Очень интересно, очень, очень интересно. Ну, смотри, давайте я тогда в двое, я тогда все буду сворачивать. Последний, последний, по сути, хотел сказать, что, по сути, мировое соглашение, это такая вот, ну, конструктор Лего, который позволяет из различных условий, как стандартных, как нестандартных, которые на слайде у меня указаны, позволяет построить некое оптимальное, в данном конкретном случае, здание, которое, наверное, всех будет устраивать. Вот, вот, нестандартные условия, вот, ну, стандартные, понятно, это рассрочка-осрочка, вот, кстати говоря, удивительно даже, мы встречали в практике 20-летние отсрочки, представляете, в 10 раз больше, чем срок процедуры, вот. Все, я завершаю. У меня еще были, понимаете, там, один интересный момент, но я думаю, что... Я, к сожалению, а? Давай интересный. Был? Да, пожалуйста. Давайте я начну рассказывать немножко про нюансы заключения мирового соглашения, потому что все мы можем прочитать книжку «Закон о банкротстве», но вот, например, то, с чем сталкиваешься на практике в суде, это, конечно, немножко все по-другому. Вот, главное, что нужно помнить, когда заключаешь мировое соглашение, что все-таки, в отличие от конкурсного производства, это та процедура, которая направлена не на то, чтобы умертвить, ликвидировать должника, а его исцелить. То есть это реабилитация. И поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы суду нормально доказать, что мировое соглашение ведет не к тому, что один кредитор получит все, что есть на должнике, а к тому, что все-таки компания продолжит свое существование. Очень важный момент. Второй важный момент – это третьи лица, которые не участвуют в мировом соглашении. Их довольно много. Это текущие кредиторы, это те кредиторы, которые не успели включиться в реестр, и это те кредиторы, которые голосовали против. Такие тоже бывают. Вот здесь, в общем, подход такой. В практике вырвано, что вот эти кредиторы не должны остаться у разбитого корыта. Они, мировое соглашение, его реализация не должна приводить к тому, что те кредиторы, которые в нем не участвуют, так же остались ни с чем. Вот, я тогда перейду к этому слайду, который уже изложил. И, наверное, завершу тогда свое выступление, если позволите. Да, мы позволим. Позволим завершить. Выводы, смотрите. Оставь, а, ты выводы. По-моему, потому что наша аудитория хотела еще посмотреть тот слайд. Правильно, я понимаю. Да, оставь его на экране, пожалуйста. А выводы можешь огласить. К чему, ну, наверное, все мы, да, примерно, надеюсь, что мы пришли примерно к одинаковым выводам. Понятно, что уклон в ликвидацию, наверное, не очень своевремен сейчас в нашей ситуации, что нужно, конечно, стараться использовать максимально те процедуры реабилитации, которые есть. Более того, вот подобная ситуация не могла высокие кабинеты заинтересовать. Все мы знаем, что в июле прошлого года вышла целая дорожная карта по совершенствованию процедур. И там среди первых пунктов указано, очень правильно указано, что нужно сбалансировать реабилитационные процедуры и ликвидационные. Естественно, в пользу реабилитации. Потому что такой перекос недопустим. Ну и мой личный вывод. Конечно, нет универсального рецепта под каждую жизненную ситуацию. Но вот в текущем моменте, если уж попал работающий бизнес в банкротстве, наверное, самый лучший, эффективный и гибкий способ для него будет заключение мирового соглашения. Уважаемые коллеги, спасибо. Добрый день. Александр Мосягин, Коммерсбанк. Очень интересная статистика по поводу соотношения видов производств. У нас финансовое выздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. И цифры такие интересные. А у меня вопрос. Вы подобную статистику где-нибудь в Западной Европе изучали? В Великобритании, Германии, Франции? Большое спасибо за вопрос. Это еще не конец. Просто я к тому, что если посмотрите эту статистику, то она не сильно будет отличаться. Ну, может быть, конечно, это будет не 91%, может быть, это будет там 80%. Но вот идея банкротства, ну, по крайней мере, так, как это присутствует в теории, да, это очищение долгов. Очищение компании от долгов, да, юридическое очищение долгов. То есть компания должна пройти некую юридическую процедуру, да, для того, чтобы иметь возможность либо существовать дальше очищение долгов, перейдя в руки к другому собственнику, да, либо ликвидироваться. Заметим, ликвидация – это далеко не, значит, не то, что должно обязательно произойти по результатам конкурсного производства. Мы с вами это знаем. У нас очень много примеров того, как предприятия переходили из рук в руки, будучи продаваемыми единым лотом, да, совершенно успешно. И даже сокращение сводилось к минимуму. Вот. Я понял, что здесь, ну, я понял, что здесь, спасибо большое, я понял, что, наверное, есть и альтернативная точка зрения. А скажите, пожалуйста, в чем вопрос? Вопрос, собственно, вопрос, вот почему вы считаете, что реабилитационные процедуры, да, они недостаточно интересны в процессе банкротства? Вот, чего я не понял. Ну, смотрите, мне кажется, эти процедуры интересны, учитывая, если бы я был на предыдущем столе, я бы, наверное, согласился с вами и сказал, что, может быть, стоит, как я, я же говорил, да, что мы представляем кредиторов. Традиционная стратегия, конкурсное производство. Учитывая, что мы сейчас находимся на столе по защите, я пытался встать на место должника и посмотреть, а как же, а как же будет лучше для должника, который работает, и у которого попал в сложную ситуацию. У нас есть, понимаете, вот короткий какой-то момент в нашей стране, когда реабилитационные процедуры, наверное, должны выйти на первый план. Просто потому, что бизнес испытывает экстраординарные проблемы, и мы, наверное, должны все-таки стремиться к тому, чтобы спасать и развивать бизнес, а не использовать конкурсный производство, который предполагает все-таки распродажу на торгах имущества, и потерю рабочих мест, и вообще сложную, турбулентную ситуацию для компании. Вот мысль такая, на самом деле. Вы считаете, что это возможно? Не проще ли это будет делать вне рамок процедуры банкротства? Я с этого начал, я полностью поддерживаю наших коллег. Нам нужно стремиться, конечно, к тому, чтобы вообще не допускать банкротства. И я надеюсь, что представители банковского сообщества, которые здесь сидят, они также всячески стремились к тому, чтобы вести диалог. Мне очень тоже понравилась мысль Василия, что диалог, в котором нужно находиться, он, конечно, должен помочь. Но, к сожалению, не всегда люди друг друга слышат. Бывают очень агрессивные кредиторы, просто потому, что у них такая политика, и они не готовы адаптироваться или заниматься благотворительностью, потому что они занимаются тем, что они дали деньги, и они хотят их обратно. Вот такая вот позиция. Кто-то считает, что он социально ответственен, а кто-то считает, что на самом деле там другая точка зрения есть. Если я не взыщу, я потом могу уйти в банкротство, не рассчитаться, например, своими вкладчиками. Такая тоже может быть точка. У нас полярные все-таки, много разных точек зрения, но я надеюсь, что все-таки друг друга будем слышать и слушать, и вырабатывать компромиссы. Мировое соглашение, почему я тоже на нем остановился, это именно тот способ, который позволяет вырабатывать некий компромисс уже в той ситуации, когда компания попала в банкротство. Это, по сути, то же самое, но уже в более сложной ситуации. Анна Занина, газета «Коммерсанты». По поводу того, что такая маленькая низкая статистика по количеству финансового оздоровления процедуры, и по поводу уклона из ликвидации в реабилитационные процедуры, я знаю, что Минэкономики уже подготовила поправки закона банкротства, они недавно были опубликованы на «Regulations». Они как раз говорят о том, чтобы выделить финансовое оздоровление в отдельную процедуру, которая не будет отменить отношение к банкротству. А также она предполагает практически полностью уход процедур наблюдения в небытие, сокращая ее до двух месяцев, и она будет применяться только в отдельных, исключительных случаях. Как вы считаете, обосновано ли такое сокращение процедур наблюдения настолько на два месяца? Можно ли вообще... Ну, это вообще странная процедура. Наблюдение – это вообще странная процедура. Многие недумевают, зачем она нам нужна. Практикующие юристы и правоведы считают, ну, действительно странно. Почему сразу же нельзя уходить быстренько в какую-то процедуру понятную, адекватную для этой компании, потому что все теряют время на самом деле. Ну, иногда только зарабатывают очки должники, которые, ну, такая некая передышка, выдохнуть. Ну, такая опасная игра, на самом деле, сейчас она становится все более и более опасной. Поэтому, ну, в конве всех изменений это логично звучит. Сокращение срока, финансовое оздоровление, ну, вы видите, текущая статистика, конечно, говорит о том, что нельзя не поправить в этой части закон. А как, может быть, многие будут пользоваться процедурой? То есть подавать заявления именно о финансовом оздоровлении? И многие, ну, найдутся ли много желающих помочь? Я думаю, что достаточное количество, тот бизнес, который работает и имеет перспективу на дальнейшее выживание, я думаю, что он должен, конечно, воспользоваться новыми возможностями. А тот, кто умер, ну, вот почему такая статистика? Ну, потому что, действительно, вот, у нас же страна большая, да, вот 42 тысяч делал конкурсных производств. Ну, поэтому вот такое количество. Просто из них, действительно, компании, которые имеют перспективу на дальнейшее движение, и так уж и много. Спасибо большое. Благодарим. Слушайте, ну, совершенно коротко, да, чтобы... Если коротко только, спасибо. Я просто боюсь показаться назойливой, но уж больно редко бывает такая возможность, когда и бизнес, когда и представители доктринальной науки, вот, встречаются, очень мало у нас площадок. На самом деле у нас есть, что друг другу сказать и поучиться друг другу. Мы можем продолжить, Ланна. Конечно. Я просто небольшой, вот, комментарий, небольшой поддержкой Антона Юрьевича. Дело в том, что почему сейчас возникла необходимость позиционирования реабилитационных процедур. Дело в том, что изначально законодатель сделал с нами злую шутку. Он объединил две несовместимых категории – несостоятельность и банкротство. Это категории, которые не совпадают по своему содержанию. Поэтому прав, вот, коллега, который говорит о том, что, а зачем нужны реабилитационные процедуры, если, в принципе, ликвидация – это и есть банкротство. Прав и Антон Юрьевич, прав и Александр, которые говорят о том, что это так. На самом деле, и вот то, что предложила инициатива о том, чтобы вывести финансовое оздоровление, это то, о чем мы давным-давно говорили. Во Франции есть два закона, которые совершенно удачно сосуществуют. Это закон о финансовом оздоровлении компании, закон о банкротстве. Это то, о чем мы говорили, например, описали лет уже 7-8 тому назад. Поэтому я думаю, что тенденция идет именно к тому, что будет выделено то законодательство, которое будет иметь чистый реабилитационный характер. И закон о банкротстве в чистом виде. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Я передаю слово Алексею Козьякову. Алексей, пожалуйста, управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса «Иванян и партнеры». Алексей нам расскажет о том, как защитить должника и учредительных участников от недобросовестных действий, в том числе злоупотребления правом кредитора. То есть, если не получается с мировым соглашением, я так понимаю, да, что же делать? Алексей, пожалуйста, вам слово. Дорогие коллеги, приветствую вас на нашем столе. Поближе, наверное, так лучше слышно будет. Прежде чем перейти непосредственно к моей теме, хотел бы акцентировать внимание на тех определениях, которые у нас сейчас неоднократно звучали. Это злоупотребление правом и добросовестный, либо недобросовестный должник. Мы очень хорошо начали наш стол с того, что прозвучала тема уголовного права, прозвучала тема взгляда на закон о банкротстве глазами должника. И как развивалась дискуссия, было видно, что вначале те люди, которые работают чаще с кредиторами, с банковским сообществом, те люди, которые работают с должниками, они начали оппонировать друг друга, потому что есть взгляд на закон о банкротстве как на инструмент для злоупотребления правом. На самом деле. И тут та вторая часть дискуссии, которая у нас сейчас развивалась, очень правильно, и Василий и Антон подвели нас к тому, что давайте посмотрим на возможности закона о банкротстве с точки зрения спасения должника и восстановления его поддержеспособности. И правильно они замечали, Василий, в своей части выступления о том, что давайте предотвратим банкротство, потому что нас банкротство не спасет, не поможет в своем поддержке способностей. Антон акцентирует внимание на той статистике ужасной, которая сейчас есть, говоря о том, что эти процедуры революционные в наших условиях не работают. Почему они не работают? Они не работают потому, что когда банки, которые лоббируют свои интересы, когда крупные предприятия, которые пытаются что-то внести в закон о банкротстве для того, чтобы дать возможность все-таки выйти из процедуры банкротства так или иначе, сохранить свою поддержеспособность, все они смотрят на закон о банкротстве всегда как на механизм злоупотребления правом. Поэтому, когда мы начали нашу дискуссию, мы говорили о том, что тенденции меняются, то сначала дают больше полномочий кредиторам, то потом возвращают что-то должникам. Но это всегда взгляд на ситуацию, как на оружие. То есть сначала одни злоупотребляли побольше, все мы помним ту редакцию закона о банкротстве, которая позволяла должнику через контролируемую им кредитору ввести процедуру банкротства, провести первое собрание с миллионом рублей требований, установить весь порядок продажи всего имущества, продать его даже с торгов за время, которое было после введения процедуры, потом прибегают остальные кредиторы и пытаются рассмотреть свои требования в рейсе. Для этого, конечно, можно понять кредиторов, которые настаивали банки, в том числе, на введении тех норм, которые были в 2009 году, о том, что до рассмотрения всех требований кредиторов проведение первого собрания кредиторов невозможно. И вот этот взгляд на процедуру, как на механизм злоупотребления правом, он и делает все способы спасения поддержеспособности должника неэффективными, потому что, когда какую-либо поправку мы обсуждаем, мы всегда подспудно в голове думаем о том, а как ей воспользуется либо недобросовестный должник, либо недобросовестный кредитор. Почему не работает мировое соглашение? Да потому что мировое соглашение в реальности, кроме тех случаев, когда находится какой-то третий инвестор, который хочет помочь должнику и спасти его бизнес, если мировое соглашение выбирает как институт спасения сам должник, то он повлияет на заключение его не может по двум причинам. Во-первых, он не может проголосовать на общем собрании кредиторов и добиться того, чтобы, в принципе, было принято это такое решение. Во-вторых, почти всегда есть залоговые кредиторы, даже если у него миллион рублей. Он всегда заблокирует принятие этого решения. И единственный способ повлиять для должника на заключение мирового соглашения, это вот те пресловутые письма, про которые мы говорили, о том, что давайте предложим вам услуги по рисованию задолженности. Должник рисует задолженность в размере, превышающей задолженность у банков, получает большинство на собрании кредиторов, если нет залогового кредиторов, договаривается об утверждении мирового соглашения и использует мировое соглашение как законный способ дисконтирования своих кредиторов. Понятно, что кредиторам такой институт мирового соглашения абсолютно не нравится, и они вводят в закон о банкротстве механизмы, позволяющие фактически убить этот институт. Поэтому я бы, дальше переходя к основной части моего выступления, хотел бы поговорить о том, что в результате такого взгляда на закон о банкротстве мы получили сейчас понятный откат к интересам кредиторов и создание для них целого ряда возможностей злоупотребления права. И добросовестный должник, под которым я понимаю должника или его участников, которые хотели бы, уже находясь в процедуре банкротства, если не удалось сделать то, о чем говорил Василий, попытаться из этой процедуры выйти, не злоупотребляя своими правами, не причиняющим репродиторам, спасти свою компанию. Таких механизмов в реальности осталось очень немного. И, наверное, вскоре их не будет вообще. Если мы говорим о целях такого добросовестного должника, их всегда две. Первая – это создать возможность для потенциального выхода из процедуры. Вторая цель – это постараться выйти из процедуры хоть с каким-то имущественным комплексом, который у должника был до введения в отношение его процедуры банкротства. Потому что часто по дороге к процедуре банкротства или впоследствии после ее введения должник может утратить значительную часть его имущественного комплекса, либо утратить возможность использовать его в производственных, хозяйственных целях и добиться наличия у него тех самых пресловутых признаков восстановления платежеспособности. По первой части задачи должника – это по возможности выйти из процедуры без той самой согласованности воли со стороны кредиторов. Как все-таки должнику выйти из нее? Мы все понимаем, что, как правило, кредиторы, правильно на это обратил внимание Антон, имеют стандартную тактику – побыстрее перейти в конкурс. Почему они побыстрее переходят в конкурс? Потому что если мы говорим о кредиторах-банках, то, конечно, им удобнее списать эту задолженность и получить легальный убыток, который потом может быть учитыван при их налогообложении. Им не нужна задолженность, которая, скажем так, утяжеляет их баланс и создает для них дополнительные сложности. Поэтому они понимают, что в процедуре конкурса они смогут быстро обратить изыскание на то, что есть, получить то, что есть, и дальше списать эту задолженность. Более того, к сожалению, когда мы имеем дело с кредиторами-банками, часто менеджменту банков не очень интересен размер, то есть задолженности, которая будет удовлетворена в реальности. Потому что если ты договариваешься с должником, заключаешь с ним мировое соглашение, тебя могут заподозрить в том, что ты с ним договорился и таким образом добился легального дисконтирования требований своего работодателя. Если в ходе рассмотрения дела о банкротстве, удовлетворения требований кредиторов в конкурсе, они ничего не получили, это не проблема менеджмента банка. Это проблема коллег, которые не смогли преодолеть сопротивление, Валерия, допустим, не привлечь к уголовной ответственности замечательного собственника бизнеса, который вывел все активы перед этим до процедуры банкротства. Поэтому в этой ситуации, конечно, большинство кредиторов не заинтересовано в мировом соглашении, просто исходя из принципов работы системы. Что же может в этом случае сделать должник? На самом деле практически ничего, пока остается сейчас одна небольшая зацепка. Это как раз вот та самая процедура наблюдения, про которую мы начали говорить. Когда заканчивается процедура наблюдения, кредиторы на первом собрании должны принять решение о дальнейшей судьбе компании, о том, какие процедуры будут выбраны дальше. И сейчас закон построен таким образом, что практически право первой ночи у кредиторов, и они все определяют, они решают, куда дальше двигаться компании. Есть две небольшие зацепки. Это вот возможность перехода в процедуру финансового оздоровления по ходатайству должника или учредителей должника, или третьего лица. Она, к сожалению, очень плохо работает, потому что те ограничения, которые предусмотрены законным банкротством, они опять направлены на то, чтобы не допустить злоупотребление должником этой возможности перехода финансового оздоровления. Специально искусственно ограничен срок расчетов с кредиторами годом, и специально ограничена та рассрочка, которая дается. Уже на первый месяц финансовое оздоровление нужно начинать платить. Кроме того, введены очень жесткие требования по поводу банковской гарантии, потому что требуется, чтобы была предоставлена банковская гарантия, подтверждающая возможность погасить эту задолженность. Скажите, пожалуйста, какой должник сможет прийти в банк и получить банковскую гарантию от банка, который реально смотрит на ситуацию, на миллиард, например, рублей или 2 миллиарда рублей за должности. Только в том случае, если за этого должника поручается какая-то другая крупная корпорация, у которой все в порядке. А этих ситуаций очень мало. Поэтому вот эта соломинка с финансовым оздоровлением на самом деле не работает. И, на мой взгляд, остается только одна реальная возможность. Это в том случае, если... Ну, ее можно идти на две части, наверное. Это если кредиторы не определились, и получается, что не было принято решение на первом собрании о введении той или иной процедуры. В этом случае центр принятия решений переходит к суду. И тут уже у должника появляется возможность доказать, что, например, возможно внешнее управление. Есть признаки платежеспособности, которые могут свидетельствовать о том, что полностью с кредиторами можно рассчитаться. Здесь опять поддержу Антона, потому что, если мы посмотрим на срок внешнего управления 18 месяцев, очень сложно обосновать, что за 18 месяцев можно вернуть все долги. Если бы мы расширили бы эти рамки, то было бы действовать, конечно, легче. Есть небольшое... Ну, если мы говорим о практических аспектах, да, есть небольшая возможность для должника поспорить с кредиторами. Когда кредиторы все-таки проголосовали, например, получилась ситуация, когда кредиторы банки все-таки достигли консенсуса по поводу следующей процедуры или управляющего, которого они назначают, и приняли решение на первом собрании. Для должника и для его учредителей, участников еще не все потеряно, потому что есть процедура, предусмотренная с 60-й статьей, закон о банкротстве, это вот рассмотрение разногласий. И может должник подать жалобу на такое решение, и он даже может выиграть соответствующий процесс, если докажет, что кредитор руководствует исключительно намерением отправить за этого нашего замечательного должника в конкурсное производство. Конечно, это сложная задача, как всегда, при злоупотреблении права, при применении статьи 10 гражданского года доказать исключительный характер намерений кредиторов, но, в принципе, это возможно, если будут доказательства, свидетельствующие о том, что кредиторы понимали о том, что такая возможность есть. При признании такого решения, собрания... Я понимаю, я сейчас перейду уже к финальным частям. Конечно, я специально выбрал наиболее дискуссионный вопрос, потому что мы на практике применяем эту норму, и в наших процедурах, например, сберегательный банк России занимает противоположную точку зрения, и говорит о том, что нет, обжаловать это решение вообще невозможно. Поэтому это специально мной вброшенная информация, чтобы получилась дискуссия какая-то на эту тему. Следующий аспект этих действий должника. Если все-таки такое решение собрания будет признано недействительным, то и не останется времени на завершение процедуры наблюдения этого шестимесячного срока, суд может сам принять решение о том, что больше проводить собрания не будут, и он будет определять вопрос о введении следующей процедуры, исходя из тех доказательств, которые представляют стороны по делу. Наверное, одна из небольших возможностей, которые остаются для должника, который не имеет своей пресловутой рисованной кредиторской задолженности, и не имеет богатого спонсора, который готов закрыть его вопросы перед кредитором, или не является стратегическим предприятием, которое все страны хочут спасти, и президент дает прямое указание банкам договориться до банкротства. Те примеры, которые приводятся, они в основном связаны с такими ситуациями, когда спасаем наших замечательных стратегов. Если говорить о злоупотреблениях со стороны кредиторов, касающихся обращения и взыскания на имущество должника, и желания должника сохранить тот имущественный комплекс, который у него есть, для двух задач. Одна задача – это все-таки, если удастся выйти, например, в мировое соглашение, или в другие процедуры, завершающие процедуру банкротства, положительным условным итогом, ему будет с чем работать дальше, у него останется его производство, которое он может использовать. Вторая часть этой задачи – это все-таки добросовестный должник, он чаще всего рассчитывает на то, что даже если не хватит его имущества для расчетов с кредиторами, лучше, чтобы его было больше, для того, чтобы требования как можно большего количества кредиторов были погашены, и недовольных кредиторов, желающих подать заявление, конечно, по 159 статье, часть 4, потому что другие статьи у нас, к сожалению, не работают, для кредиторов, останется еще меньше. Поэтому здесь я бы рекомендовал пользоваться несколькими механизмами. Первый механизм – это, конечно, на стадии еще рассмотрения заявления о банкротстве, будь то заявление кредиторов, будь то заявление должника, любые лица, участвующие в деле о банкротстве, имеют возможность подавать заявление о принятии, обеспечить их мер по делу о банкротстве, которые могут состоять и в том числе в запрете на пресловутое безакцептное списание денежных средств со счетов должника, которым очень часто пользуются банки, и на обращение, взыскание на имущество должника в обычном, регулярном порядке либо искового производства, либо производства в рамках третейских судов, потому что все чаще у нас третейские суды используются для того, чтобы получить преимущественное удовлетворение требований одного из кредиторов перед банкротством с помощью таких обеспечительных мер, которые достаточно широко могут применяться в законе о банкротстве, и, к сожалению, на практике пока это там менее развито, потому что суды у нас достаточно узко подходят к тому перечню мер, которые могут быть приняты. Они могут применяться на самом деле и позволять должнику защитить свои интересы. Второй этап – это когда мы уже вошли в процедуру банкротства, введена, например, процедура наблюдения, все меры, к сожалению, будут сняты в этом случае, но, опять же, нам закон обогрессивно прямо дает прямой нормой возможность попросить у суда принятие обеспечительных мер в порядке, при установленном статье 90 АПК, там, общего искового производства, и эти меры опять могут защищать интересы как кредиторов, так и должника на невозможность удовлетворения требований, обеспечивая невозможность преимущества удовлетворения требований кого-либо из кредиторов. В том числе я хотел обратить внимание и текущих кредиторов, потому что текущие кредиторы тоже часто употребляют своими правами, и их задолженность может быть достаточно большой, и она может мешать должнику работать в процедуре наблюдения либо в процедуре внешнего управления, когда он вроде бы имеет еще какие-то шансы спасти свою платежеспособность. И, наверное, там, на чем завершу, это на оценке тех новелл в законодательстве о банкротстве, которые связаны с расширением прав залоговых кредиторов. Понятная тенденция, опять же, дать залоговому кредитору возможность преимущественно удовлетворить свои требования, однако, на мой взгляд, не учтен один момент. Это момент необходимости для обеспечения адекватных механизмов для должника, рассмотрения разногласий, касающихся той начальной цены, которая будет определена на торгах по настоянию кредитологового кредитора, по его пожеланию. Вот этот механизм, на мой взгляд, можно было бы более четко проработать в процедуре банкротства. Хотел бы еще обратить внимание на один момент, касающийся противодействия недобросовестным действиям залоговых кредиторов. Есть такой старый механизм, который часто использовался, но сейчас он, наверное, получит, скажем так, большее развитие. Это погашение учредителями должника, либо третьими лицами, выступающими поручителями по банковским кредитам, по займам, обеспеченным залогам, части требований кредиторов. Та ситуация, когда должник не имеет возможности полностью погасить требования всех кредиторов, но имеет какую-то финансовую состоятельность и хочет попытаться спасти компанию и создать вот эту вот почву для переговоров с кредиторами, он может использовать имеющиеся у него денежные средства, либо его участников для того, чтобы начать вне рамок процедуры банкротства от третьих лиц погашение требований кредиторов, тем самым получив статус тоже залогового кредитора, потому что права в этом случае залогового кредитора перейдут в порядке правоприемства к компании погасившей или к лицу погасившему часть требований. И возникнет необходимость диалога, который как раз у нас сейчас, параметры этого диалога, рамки этого диалога, они в законе определены очень плохо. И то указание, которое есть сейчас в пленуме Высшееобитажного суда на тему реализации этих прав со-залогодержателей, оно нечетко определяет, у кого из них есть преимущества, и есть ли оно вообще, и кто из залогового кредитора в первоначальный, либо новый, сможет определять, действительно определять порядок продажи имущества с торгов. На этом все, наверное. Хорошо, Алексей, спасибо большое. Поскольку мы уже подходим к концу сейчас, я предлагаю, у нас есть вообще три интересных вопроса с тремя интересными ответами. И я вас призываю на них проголосовать, у вас такие есть устройства, покажите Антон. Вместе с тем, Аки, да, я все-таки, да, спикеры тоже примите участие в голосовании, вместе с тем предлагаю перед этим послушать о японском опыте, как поступают в Японии. Спасают компанию или, так сказать, не очень в таких случаях? Аки, пожалуйста, постарайтесь уложиться минут в семь, так скажем, чтобы у нас еще осталось три минуты на голосование. Вперед! Аки Агава, партнер Сакура Патнус. Аки, пожалуйста, please. Я японец, мне 43 лет. Измените. Для меня это большое счастье приехать сюда, в Петербург. Очень приятно познакомиться. Разрешите мне говорить по-английски. Я плохо говорю по-русски. Давайте перейдем к моему докладу. Во-первых, я хочу начать свой доклад с идеей о том, что нам необходимо предпринимать по спасению, а не по ликвидации. В том, что касается Японии, у нас существует пять различных судебных процедур, посвященных вопросу Бакроса. Самые часто используем процедуры. Номер один – это ликвидационный кодекс, кодекс о реорганизации компании, а также гражданская реорганизация. Первая процедура – это просто процедура ликвидации бизнеса. В то время как вторые две процедуры описывают реструктуризацию бизнеса. Это, наверное, самые лучшие характеристики этих процедур. В свете защиты бизнеса совершенно очевидно для нас, что вместо того, чтобы сворачивать и ликвидировать любые виды бизнеса, жизнеспособность бизнеса является более полезной для всех ассоциированных сторон. Например, кредиторы в этом случае могут получить лучшее поглашение долгов, работники и акционеры могут продолжать иметь дело с компанией, в то время как должники могут вести нормальные деловые операции, и в итоге общество может в целом избежать социальных и экономических потерь, которые влечут за собой ликвидации бизнеса. Поэтому в своем кратком докладе я хотел бы сейчас заострить внимание на процедуре реорганизации компании, а также на процедуре гражданской реструктуризации. В чем заключается отличие от этих двух методов? Во-первых, одно заключается в том, является ли должник во владении юридическим лицом. Учитывая эту процедуру защиты бизнеса в Японии, нам действительно сложно избежать влияния, которые имеют статья 11 США на японский закон о банкропстве. Вы знаете, что прежде чем лопнул финансовый пузырь 90-х годов в Японии, у нас существовал только кодекс о реорганизации компании, согласно которому назначенный судом управляющий, выступающий от лица всех кредиторов, принимал на себя все процедуры управления компанией и ее активы. Когда экономический пузырь лопнул, Япония оказалась посреди жесткого экономического кризиса, во время которого многие компании и даже мегабанки обокротились, а тысячи людей потеряли свою работу. Следовательно, у нас родилась идея о том, что, наверное, нам не стоит обвинять в тяжелом экономическом положении некомпетентность или неэффективное управление со стороны директоров компании. Компания также является экономической жертвой этого процесса, следовательно, им нужно дать возможность для перезагрузки, для того, чтобы начать все с чистого лица. Именно в этот момент произошло кардинальное изменение отношения к профессорам банкротства в Японии. Мы перестали выступать на стороне должника, а не на стороне кредитора, и приняли акт о гражданской реконструкции в 1999 году. Теперь я хотел бы поподробнее рассказать о гражданской реструктуризации. Во-первых, в чем она заключается? Должник подает заявку на гражданскую реструктуризацию в суд, затем суд рассматривает, удавляет ли должник положением закона, и если он удовлетворяет, суд издает приказ о начале процедуры. Когда издан приказ о начале процедуры, любые необеспеченные риски не могут участвовать в процессе получения погашения долга, если они не будут принимать участие в процессе реструктуризации, например, в процессе подачи риска, расследования, представления отчетности, предложения плава, а также по поиску решения. Что это означает? Это означает, что компания-должника во время введения процедуры не обязана погашать долги перед всеми кредиторами без обеспечения, и не то, что не обязана, а им даже запрещено это делать. С другой стороны, в процедуре гражданской реструктуризации должник или предыдущие директора компаний, которые по-прежнему будут иметь рычаги управления бизнесом и активами, следовательно, бизнес защищен в рамках закона и может продолжать вести обычную операционную деятельность в ходе этой процедуры. В основном, в течение 3-5 месяцев, после того, как выдан к судам приказ о начале процедуры, должник должен предложить план реструктуризации, по которому должно быть впоследствии принято решение на совещании кредиторов без обеспечения по принципу большинства. Что означает в этом случае принцип большинства? Большинство означает, что даже те кредиторы, которые не согласны с мнением большинства, должны подчиняться решению после того, как оно принято. И всего нам достаточно большинства, то есть если 51% кредиторов примет решение, этого достаточно для того, чтобы остальные это решение были обязаны выполнять. Даже если план не был принят в ходе совещания кредиторов, то тогда должник имеет право предоставлять дополненный план, но только делается это единожды. При этом, если дополненный план не принят, то тогда суд может назначить принудительную процедуру ответственности. Поэтому на практике что происходит? Обычно в Японии, когда компания банкротится, ставка дивиденда в случае ликвидации в среднем составляет менее 5%. Это оставляет достаточно широкое поле для переговоров между должником и кредиторами. Если вы в этой ситуации должник или выступаете от имени попоручения должника в качестве юриста, вы можете сказать, например, следующее. Мы можем предложить вам ставку дивидендов в размере 10% в рамках своего плана реструктуризации, а в случае ликвидации эта ставка будет составлять только 5%. А у вас осталась всякие одна минута. Поэтому, пожалуйста, подумайте об экономическом обосновании этих принципов. Я очень многое запланировала светить в своем выступлении, но хорошо, я попытаюсь сократить. Что касается уголовной ответственности или уголовных рисков, то я хочу сказать, что иногда юристы оказываются в достаточно сложном положении. Им платит клиент, компания-должник, но иногда директора компании-должника могут попытаться совершить уголовное правонарушение для того, чтобы, может быть, скрыть факты маншенничества, которые были допущены при процедуре банкротства. Поэтому, мне кажется, что для юристов в этой ситуации очень важно предложить своим клиентам высокий стандарт профессиональной этики. Поскольку лично я принимал участие в очень многих случаях банкротства, я знаю, что это достаточно сложная проблема, и она сложна в том числе и в России. И последнее, что я хотел бы сказать, что в презентации моих коллег, и это очень важно для нас, упоминалось финансирование дожнякового владения. У нас также есть принцип финансирования дожнякового вложения, который был разработан Банком развития Японии и многими частными банками Японии. То есть представление финансирования дожнякового владения является очень важным. Это также способствует защите бизнеса во время процедуры банкротства. На этом большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. И, дорогие друзья, Вопросы такие. Три вопроса, и на каждый вопрос три ответа. Как раз мы увидим из этих ответов... А, вот как раз замечательно, у вас перед глазами... Да, здорово. Это первый вопрос. Пожалуйста. Не буду его зачитывать, да? Есть нужда зачитать или нет? Нет. Поэтому предлагаю вам голосовать, что покажет ваши отношения, ваше видение, ваше отношение и видение, оценку банкротства. Группной компании. Пожалуйста. Что нажимать? Да, нажимаем А, Б, С, да? Правильно. И А, Б... Нет, ну одно из. А, Б, да. А, Б или С. Пожалуйста. Какой у вас ответ? Нажимаем. Нажали? Все нажали? Так. Какие у нас выводы? Какие у нас выводы? То есть что... Ответ Б. Как попытку должника обнулить долги, предварительно выведя активы. Слушайте, ничего себе. Я, например, нажала С, вот, а большинство, получается, из нас думает, что компания, так сказать, ну, я так понимаю, ответ Б, недобросовестный. Это, получается, итог нашей сессии. Мы защищаем должника. Кого мы защищаем? Да, кого мы защищаем? Слушайте, это действительно должника, который ведет тебя недобросовестно. То есть, получается, что большинство наших, так сказать, участников, что? Понимаете? Они считают, что должник недобросовестен. Ничего себе. Да, Елена, это очень хорошо. А я бы, честно говоря, если бы можно было две кнопки нажать, я бы нажал вначале С, а потом Б. С, а потом Б. Я нажала С, но не будем. Вы что там, скажите, вы что нажали? Я тоже нажал С. Настальное голосование, я тоже нажал С, на самом деле. Я тоже нажал С, на самом деле. Слушайте, все участники, спикеры, понимаете, мы настолько, я внушила всем понимание, что мы... Так пятьдец за вечером, только С. Какой? Пятьдец за вечером. Слушайте, мы действуем от добросовестного должника. Мы о нем сегодня говорим, а вы нажимаете Б. Да, интересно, интересно. Ну, давайте посмотрим теперь, мне самой уже стало совсем интересно. Теперь второй вопрос. Второй вопрос. Пожалуйста. Второй вопрос такой. Все-таки, смотри, кто, может быть, не видит... А? Ты между... Почитать, да? Морозно. Так. Второй вопрос такой. С 2015 года сумма долга, достаточная для инициирования кредитором банкротств, компании, возросла со 100 до 300 тысяч рублей. Ну, со 100 тысяч рублей, я так понимаю, до 300 тысяч. Вот. Нуждается ли данная сумма в дальнейшем увеличении в целях защиты интересов должников? А. Да. Так как при нынешнем регулировании крупная компания может оказаться в процедуре банкротства в связи с относительно небольшим долгом? Б. Нет. Так как крупная компания должна быть в состоянии погасить относительно небольшую сумму задолженности. ИВМ, минимальный для начала банкротства размер требований, не ключевой показатель защиты прав должников. Ну, что, а, голосуем? Голосуйте, пожалуйста. А, что, объяснение? По-хорошему, да. Какое? Объяснение уже дано, по-хорошему, конечно, да, но объяснение, скажем, наверное, все-таки С. А, мы не будем... Это навязчивая идея. Навязчивая идея, да. Ну, что, друзья, так, ну, что, все голосуют. Вопрос непростой. Так. Ну, кто подведет итог? Кто вообще... Кто готов подвести итог? Василий, составитель. Составитель. Ну, что, составитель инициативы наказуемого. Василий, что вы думаете по своему вопросу? Я на микрофон отказал, поэтому... Давай. Спасибо большое. Ну, коллеги, я с радостью отмечаю, что примерное равенство по этому вопросу, значит, наверное, он удачный. Потому что, если в зале есть три позиции, они более-менее аргументированы, то, наверное, нам здесь действительно есть о чем говорить. Но лично я голосовал за тот вариант, что нынешняя планка, она достаточная, потому что я действительно придерживаюсь мнению, что если у компании крупный бизнес, то она может найти данную сумму, довольно небольшую для крупного бизнеса, для того, чтобы погасить задолженность, которая стала являться основанием для возбуждения дела о банкротстве. Но я очень рад, что есть другие точки зрения и что тут действительно примерное равенство. Слушайте, ну мы не будем сейчас говорить про арбитражный суд, нам всем его жалко. Давайте, друзья. Вот. И что? Третий вопрос. И третий вопрос. Он звучит так. Вот вы видите на экране, я его прочитаю. 2015 года при банкротстве по собственной инициативе должник не вправе предлагать суду конкретную кандидатуру арбитражного управляющего. Следует ли ввести аналогичное ограничение для кредиторов? Да. Существующее регулирование представляет необоснованной преференции кредиторам. Б. Нет. Право кредиторов указывать кандидатуру арбитражного управляющего не нарушает равноправие участников дела о банкротстве. И. Конкретная фигура арбитражного управляющего не играет определяющей роли, особенно при наличии у одного из кредиторов большинства голосов в реестре. Голосуем. Ой. Это тоже к вопросу об изменении. Значит, пока подводятся итоги в течение 30 секунд. Все проголосовали. Я хочу подвести, ну, попробовать подвести итоги нашей сессии. Прежде всего, хочу поблагодарить созвездие спикеров, с которым я познакомилась в ходе... Неожиданно для себя стала модератором этой сессии, не буду скрывать. И изначально восприняла, что, ну, это, может быть, не совсем мое. Но мне пришлось в этих вопросах разобраться, познакомившись с Василием Раудиным, с Аки, с Алексеем Козьяковым, с Антоном Александром. Мы уже были. Да. продолжить знакомство с Еленой Деминой, очень рада, и с Валерием Зинченко. И хочу сказать, что просто все совершенно замечательные, выдающиеся ребята, и очень хочется с ними продолжить и дальше взаимодействие. Пусть даже нас свело банкротство, видимо, это не такая плохая штука. Вот. А что касается выработки общей позиции, то, знаете, я... Вот вчера говорили с министром Коноваловым, и он рассматривает, и я, конечно, тоже, правда, с этим согласна, что у нас и вырабатывается мнение, вот сегодня мы здесь с вами, и вырабатываем мнение нашей подходы вот к этим вопросам, к... Мы говорим о защите должника, мы говорим о защите бизнеса, если он должник, мы говорим о проблемах банков, если они кредиторы. Для нас важны и те, и другие. И задача найти, конечно, ну, правда, консенсус, вот, Василий хорошо сказал, согласование, да, согласование воли, и все об этом говорили. Я, так сказать, записала себе цитаты для наших материалов, которые мы сделаем. Банкротство лучше предотвратить, чем пережить, или, как вы сказали, себе записала. Вот, а сейчас итоги. Смотрите, значит, вопрос А получил первую, то есть существующее регулирование предоставляет необоснованные преференции кредиторам. Кто-то готов? Давайте, давайте. На мой взгляд, этот ответ очень хорошо показывает вот то, о чем я говорил, что все рассматривают процедуру банкротства, конкретно управляющего, как оружие. Вот у кого управляющий, тот и может злоупотреблять правами с помощью этой кандидатуры. И поэтому, так мне кажется, аудитория проголосовала, считая, что, ну, давайте обеспечим всем одинаковые правила игры. Если управляющий будет назначаться судом, теоретически, если мы предполагаем, что суд у нас является независимым судом и ни с кем не находится в сговоре, конечно, что мы можем обеспечить фигуру управляющего, который будет отвечать требованиям пункта С, который не имеет значения, потому что тогда действительно управляющий будет совершать свои полномочия в соответствии с законом, и если он там не преступник, имеющий намерение продать имущество даже не ку, а там каким-то аффилированным лицом, аффилированным ему, то, скорее всего, он будет отвечать категории С, когда неважно, как его зовут, какая у него фамилия, кто его предложил. Спасибо большое. На этом мы, я предлагаю, прошу прощения, я хочу тоже уважать время, которое мы все-таки выделили для этой сессии, и на этом вы уже можете в частном порядке подойти, задать вопросы. Благодарю еще раз всех спикеров, благодарю вас за участие, мне хочется верить, что мы с вами продолжим на площадке объединения корпоративных юристов, у нас есть банковский актив, которые заинтересованы и другие компании, в общем, те и те выступают в роли кредиторов и должников, так я так себе представляю, и мы можем продолжить, хотим продолжить обсуждение этой темы. Хорошего вам окончания пребывания, доброго вечера. Спасибо большое.